всех приветствую с вами я веган христолюб у нас с вами сегодня такое видео проповедь евангелия детям и родителям благовестия детям и родителям все это я делаю записываете роликах в рамках темы семья дети родители любовь детей к родителям родители к детям приемным рожденным своими или взятых откуда на попечении об этом я много говорил я надеюсь вы уже посмотрели ролики забота о теле ребенка и забота о душе ребенка там я в принципе поднял эту тему немножко сказал но все таки решил в отдельный ролик это выделить сегодня поговорить о благовестии детям и родителям все-таки отдельно там я говорил а именно проповеди истины прежде всего хотя мы сегодня об этом тоже будем говорить да и в принципе я там все-таки больше затронул тему конкретно потому что тема забота о ребенке да а его теле его душе и там говорили как бы как 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 родители детям ну и евангелие в том числе должны доносить допустим да а сегодня так как тема общая именно проповедь евангелия то мы уже говорим и детям и родителям поэтому я все-таки решил отдельное видео это записать и так у меня это идет на сайте все тексты которые вам сегодня будут зачитывать по этой теме я пишу на своем авторском христианском сайте христалют точка ру или христалют рф по-русски просто набираете там все ссылки все на что я опираюсь все что сам пишу своими словами там вы все найдете это у меня получилось пока девятый раздел я вам буду кое-что зачитывать и кое-что говорить своим словами картинку атакую и значок видео сделал не случайно как вы видите такое напополам поделил по сути благовестие детям родителям но взял картинку рождества христова где мария и иосиф над иисусом склонились как бы проповедь детям да и наоборот иисус уже распятый на кресте перед ним а мария мать его мария магдалина возможно там было иоанн любимый ученик иисуса вот как бы такие картинки как бы как 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 нам наоборот светят родители когда мы еще маленькие маленькие потом возрастаем ну по сути вот от этого младенчества до распятия на кресте наша жизнь проходит и вот как говорится сначала нам проповедуют потом мы наоборот да поэтому такие такая вот у меня значок видео и так разделим эту тему пропить евангелие детям и родителям на два раздела первое это что общего благовестие детям и родителям и второе различие в благовестие детям и родителям то есть еще раз эту тему благовестия я поделю на два таких подраздела, да, это общее и различие, так как при пропаде Евангелия детям и родителям есть как схожести, так и индивидуальное отличие, то есть мы с вами разберем какие-то общие мотивы, общий конвы, как это надо делать, и если есть какие-то различия, а они, естественно, есть, мы об этом я с вами обо всем поговорю и все скажу. Итак, общее в благовестии детям и родителям, я уже вам много раз говорил, очередной раз повторюсь, я надеюсь, вы это уже уяснили, запомнили, что истина, она в трех сущностях бытия – любви, свободе и вечной жизни. Через призму этих сущностей бытия вы всегда познаете истину и откройте ответ себе, дадите ответ на любой вопрос. Именно на благовестие детям и родителям мы посмотрим, так как оно общее и детям, это и к детям относится, когда мы благовествуем, и родителям, причем может сказать, всех возрастов, мы и посмотрим сквозь призму вечности, свободы и любви. И посмотрим, как это надо делать. Итак, этот раздел рассмотрим через призму истины, то есть вечность, свободы и любви. Первое – вечность. Вечность я как бы ставлю двоеточие – терпение и надежда, да, то есть расшифровка. Давайте сначала прочитаю, потом своими словами еще прокомментирую. Вечный Бог есть любовь, а следовательно, даже если кто-то из наших детей или родителей не примет Иисуса Евангелия, ну, Иисуса Евангелия я все через дефис пишу или через равно, если хотите, в этой временной земной жизни, то это не значит, что они погибли для вечности и Бога. Бог Иисус любит все свое творение. Он не хочет смерти грешника, но чтобы тот покаялся в злых делах своих и вечно жил и счастлив был. А потому Бог Иисус даст этому человеку новую жизнь через перерождение. И будет это делать до дня своего второго пришествия на землю, страшного суда и великого разделения. А после и из гиены огненной все равно можно будет выйти, отдав все до последней копейки. С терпением и надеждой будем делать все от нас зависящее, чтобы наши дети-родители познали Иисуса Евангелия. Но не будем отчаиваться и убиваться горем от того, если этого не случится на наших собственных глазах в нашей временной земной жизни. Впереди вечность и когда-нибудь, раньше или позже, но каждая грешная живая душа придет к покаянию. Я вам специально все от начала до конца зачитал, то, что я написал, чтобы общая канва сложилась. А теперь давайте еще раз по всему пройдемся. То есть, смотрите, конечно же, любому христианину, мне, вам хочется, чтобы наши близкие, окружающие, да вообще все люди Земли, конечно же, пришли не просто к истине, хотя истинный Иисус это одно и то же, но это одно и то же для христианина, когда он это познал. И, конечно же, нам всем хочется, чтобы каждый человек пришел к истине прежде всего, а второй к Иисусу. Об этом мы с вами еще чуть позже сейчас будем говорить, да. Потому что сам Иисус этого хотел. Бог настолько есть любовь, что он даже готов себя умолить, лишь бы человек познал истину. Ну, просто это таков закон жизни, что познав истину, он познает Христа, потому что истина и есть Христос. Это очень важно, да. И поэтому, конечно же, нам всем этого хочется, чтобы именно в этой временной земной жизни наши родители, наши дети на наших глазах, помните, как Ио говорил, мои глаза узрят Бога, да, узрят спасение. Вот нам, конечно же, хочется, чтобы в этой временной жизни, как можно раньше, наши близкие самые, дети, родители, кто нас окружает, друзья, знакомые, на самом деле, здесь можно всех перечислять. Нам хочется, чтобы они, конечно же, тоже были во Христе, тоже были в полноте познания истины, тоже были в любви, а, соответственно, были свободны и были счастливы. И здесь, во временной земной жизни, и в вечности уж тем более. Вот. Но, если они даже не придут в этой временной земной жизни на наших глазах к Евангелию, это не значит, что эти люди погибли для Бога, погибли для Иисуса. Постулат о том, что Бог есть любовь, это не просто слова. Именно из этого все истекает. Мы с вами любой вопрос жизни, познаем смысл жизни, любой вопрос жизни, отвечаем на этот вопрос через через эту простую, этот простой постулат, эту простую аксиому «Бог есть любовь». Так что, если даже человек в этой временной земной жизни на наших глазах не придет к Иисусу, к Евангелию не примет его, не будет его исполнять, это не значит, что этот человек погиб для Бога. Он его творение, он творение Бога Иисуса Христа. И когда-нибудь, рано или поздно, он все равно к нему придет. В этой жизни, переродившись в другую жизнь, истинное христианство ни в коем случае не отрицает «Перерождение». Надеюсь, вы это тоже знаете. Если не знаете, узнайте. У меня есть отдельные плейлисты на эту тему. «Вечность», «Перерождение», «Вечная жизнь». Кто не найдет на канале, пишите в комментариях под этим роликом. Я дам прямую ссылку. И все найдете у меня на сайте и на канале. Наберите «Реинкарнация Христолюбой». Выйдет вам и плейлист, и все ролики по этой теме. Обязательно изучите этот вопрос. «Перерождение полностью соответствует истине, любви, свободе и вечной жизни». Потому что Бог есть, вечный Бог есть, свобода и любовь. Поэтому, конечно же, не надо отчаиваться, если в этой жизни этого не происходит. Конечно же, нам этого хочется. Мы, конечно же, должны делать все, чтобы просветить наших самых близких людей. Но отчаиваться не стоит, если они к этому не придут. Будет новая жизнь, придут в следующую жизнь. А если даже и до второго пришествия Иисуса Христа, перерождаясь до страшного суда и великого разделения, они и при перерождениях не успеют прийти к Иисусу Христу, познать Его, полюбить Его, сделают это в гиене огненной. И оттуда можно выйти, отдав все до последней копейки. Об этом говорил нам сам Иисус. Поэтому с терпением и надеждой будем делать все от нас зависящее, чтобы наши дети, родители познали Иисус Евангелие. Но не будем отчаиваться и убиваться горем от того, если это не случится на наших глазах в нашей временной земной жизни. Впереди. Почему? Да потому что впереди вечность. И когда-нибудь, раньше или позднее, но каждая душа, грешная живая душа придет к покаянию. Это надо помнить, это такой вот вывод, что действительно Бог – вечность. Мы все с вами вечны. За хранью так называемой смерти ничто не заканчивается. И нет никаких вечных мух, от которых там нельзя испариться. Даже Иисус употреблял это словосочетание вечной муки только потому, что человек обладает свободой. И даже сам Иисус, так скажем, сам Бог, не знает, когда у человека встанут мозги на место, и он решит покаяться и сотворить плоды, достойные покаяния. Именно в этом контексте Иисус тоже употреблял и то. Он говорил, что сами люди, не Бог их пошлет. А Иисус, когда говорил в своей апокалиптической речи, заканчивая ее рассказом о суде над всей вселенной, Он сказал, что сами грешники идут в ад. И то, они-то идут не в ад, а идут в то место, как им кажется, что там будет хорошо. Они думают, что если все будут такие, как они, такие же грешники, то все у них там будет в аду хорошо. Нет, не будет. Но они пойдут именно туда, куда они хотят. Бог просто разделит всех людей. И каждый будет с такими же, как он. Но, естественно, мы с вами понимаем, что убийца, попав к одним убийцам, ничего хорошего не получит. Вор, попав с одними ворами в один этаж, ничего хорошего не получит. А человек праведный, с праведниками, естественно, будет радоваться жизни. Но когда-нибудь и оттуда можно будет выйти. Об этом говорил Иисус, потому что жизнь вечная, и Бог есть любовь. Вечный Бог есть любовь. Это вечный Бог есть свободы и любовь. Это аксиома, это сущность бытия. Именно это дает нам что? Терпение и надежду в этом вопросе. Поэтому в благовестии мы должны быть что? Терпеливы с надеждой на то, что, конечно же, мы не знаем. Как Иисус сказал, вы не знаете, какое семечко вырастет, не вырастет, даст плод. Но вы должны сеять везде. Этим мы с вами, я надеюсь, занимаемся и будем продолжать заниматься. Итак, вторая сущность бытия – это свобода. Через нее мы с вами тоже рассмотрим этот вопрос в проповеди детям и родителям. Итак, зачитаю вам то, что я написал у себя на сайте. При проповеди истинной Евангелия, жизни и учении Иисуса Христа недопустимо применение палки. Ну, палку я все время беру в кавычках. Вы от меня часто слышите это слово. Ну, под палкой я на самом деле подразумеваю, что кто-то, может быть, палкой воспитывает. И Евангелие проповедует с палками, с кнутами, с оружием, да, с чем угодно. С факелами, как при инквизициях все это было, с веревками. Поэтому палка – это, конечно, образное выражение, всегда подразумевая под палкой насилие. То есть, можно, конечно, по-простому говорить, ну, вы знаете, в притчах отверзу уста мои. Вот, приточный образный язык, он всегда даже нам порой ближе и ярче, да. Вот, естественно, недопустимо проповедь Евангелия, в нем, в этой проповеди, недопустимо никакое абсолютно насилие. Ну, я перечисляю, к примеру, да, применение палки, то есть, какого-либо насилия, физического или душевного, это тоже очень важно. Не всегда мы можем насиловать человека именно физически. Мы можем человека прессовать и душевно, как говорят, или, сходите, духовно, да. То есть, неприменимо при проповеди истины Евангелия какого-либо запугивания, неприменимо какого-либо шантажа, какого-либо принуждения, какого-либо обмана, каких-либо манипуляций и так далее и тому подобное. То есть, еще раз, при проповеди истины Евангелия, жизни и учения Иисуса Христа, недопустимо применение палки, то есть, какого-либо насилия физического или душевного, какого-либо запугивания, какого-либо шантажа, какого-либо принуждения, какого-либо обмана и каких-либо манипуляций и так далее и тому подобное. Я лишь вам вектор задал, вы сами понимаете, все, что связано вот с чем-то таким, обман, кажется, тоже не насилие, я говорю, по сути, подобраз палки не очень подходит, но вы понимаете, да. То есть, Евангелие, истина, они должны приниматься человеком свободно. Давайте я почитаю и скажу еще. Пропыть истины Евангелия должна проходить с любовью проповедующим человеком, да, неважно, кому на самом деле, детям, родителям нашим, всем людям на земле, ну, мы, в частности, конечно, говорим сегодня о детях, родителях. Проходить должна пропыть истины Евангелия с любовью в духе мира и благожелательства. Благожелательства, то есть, я желаю, чтобы человек обрел счастье. Как он обретет счастье, если у меня палка в руке, да, если я его как-то обманом в эту, так скажем, к этой истине привожу, да. Это ничего не даст, какими-то манипуляциями, шантажом там, да, запугиванием. Нет. В духе мира и благожелательства должна проходить проповедь истины Евангелия. С одним единственным условием ее принятия – это добровольность. А если подразумевается добровольность ответной стороны, которую вы проповедуете, о какой вообще палке, каких-либо обманах, то есть, каких-либо нехороших средствах, ради даже достижения так называемой благой цели, можно вообще говорить. Ни о чем подобном говорить вообще неуместно, нельзя, и ни в коем случае это в жизни нельзя применять. То есть, это добровольность. То есть, искреннее, горячее желание принять ее в свое умное сердце и руководствуясь ею во всех своих поступках этим человеком. Еще раз вам прочитаю. Проповедь истины Евангелия должна проходить с любовью в духе мира и благожелательства, с одним единственным условием ее принятия – это добровольность. То есть, искреннее, горячее желание человека, который слышит Евангелие, слышит этот голос Божий, слышит этот призыв жить свято в любви и доброте ко всему творению Бога, принятию всего этого в свое умное сердце и руководствоваться этой истиной, этим Евангелиям, этой любовью во всех своих поступках. Это очень важно. Вот как должна проходить проповедь Евангелия. При проповеди истины Евангелия допустимы, а иногда просто необходимы обличения, ультиматумы и прочее. Но это не одно и то же, что пункты перечислены выше. И это уже все относится к теме деятельной христианской жизни, к учительству, а не к самому благовестию о Царстве Небесном. Еще раз тоже хочу сказать очень важную вещь. А то, знаете, в меня мог тоже закидать меня камнями, кто меня в реальной жизни знает или видел мои беседы. Я выкладываю иногда, когда мне звонят. С этого начиналось моё, можно сказать, служение. И беседы разные бывают. Бывают люди приходят с миром поговорить, что-то обсудить, душу излить, какие-то вопросы задать, просто пообщаться. Кто-то приходит подебатировать, поговорить о чём-то, свою точку зрения попытаться доказать. Я с такими людьми тоже в духе мира общаюсь. Но ко мне приходят иногда и с духом вражды, с мечом. Я несмотря на то, что горячо, так скажем, тоже отвечаю, дебатирую. Но на самом деле это не нарушает ни внутреннего мира. И я не переступаю такие черты, как оскорбление и прочие вещи. И я не ору. Я могу чуть повышать голос, перебивать человека, потому что он там уже завёлся, тоже говорит без остановки. Но это разные вещи. Это уже не проповедь Евангелия. Когда я говорю о проповедь Евангелия, это когда вы говорите в простоте сердца об истине, свободе и любви, об Иисусе Христе, о Евангелии. Вы с человеком как-то спокойно общаетесь, и вы просто пытаетесь донести ему простые истины. Конечно же, встречаются и обличают, когда ты обличаешь грешника. Это всё, с одной стороны, конечно, можно назвать, знаете, проповедь Евангелия. Даже обличение грешника, по сути, ты ему евангелизируешь. Когда ты говоришь, там, вору не красть, по сути, ты тоже евангелизируешь. Но всё-таки мы с вами как бы это убираем, потому что, в принципе, обличать может человек и без всякого Евангелия, нехорошего человека, за то, что он что-то сделал плохое, на глазах у всех или тайна. Поэтому, конечно же, все эти обличения, вот в Евангелии мы с вами видим, как Иисус ультиматум ставит некоторым людям, да, что если хочешь идти за мной, пойди там всё продай. Это как бы, с одной стороны, тоже Евангелие, вот. Но тут уже идёт речь о деятельном христианстве. Как бы человек, помните, пришёл, человек, которому Иисус так ответил, там, что пойди продай всё, приходи за мною, и взяв крест, тогда уж и иди за мной, да, то он сказал человеку, когда тот как бы выявил, выказал уже своё желание, что наследовать жизнь вечную, да. Иисус ему говорит, вот так надо жить, чтобы наследовать вечную благую жизнь. То есть, он уже говорит ему о практике. А когда мы говорим о теории, мы можем говорить её всем. Я вам напомню слова из Евангелия от Луки и самого Иисуса Христа. Если же придёте, причём именно в контексте того, как Иисус учит своих учеников, как благовествовать, как проповедовать. Если же придёте в какой город и не примут вас, причём, кстати, Иисус говорит не как благовествовать конкретно там детям, родителям, как у меня сегодня тема названа, да. Иисус говорит вообще о проповеднике, о человеке, который, в принципе, светит абсолютно незнакомым светом истины, светом Евангелия, абсолютно незнакомым людям. И то, Иисус говорит, что если вы придете в какой-либо город, там дом или неважно, да, и не примут вас в этом городе, в этом доме, где угодно, в каком-нибудь собрании вы там находитесь, на какой-нибудь тусовке, тут все, Иисус же всегда говорит образно, символно, тоже задавая нам вектор, мы сами уже можем потом, поняв его смысл, все это, как Иисус сказал, больше сотворить, да, еще дорисовать все это, мы понимаем общий смысл, что когда мы куда-то приходим, и нас не принимают с благой вестью, когда мы куда-то приходим с благой вестью, и нас не принимают, не принимают благую весть, то выйдя на улицу, Иисус говорит, скажите этим людям, чтобы они услышали, этому человеку, здесь можно людям, как городу большому или конкретно, вы, может быть, какому-то человеку решили засвидетельствовать об истине, «Прах, приливший к ногам моим от вашего города или от твоего дома, конкретного человека, от твоей квартиры, отрисаю тебе, однако же знайте, что приблизилось к вам Царство Божье». Еще раз, как эту фразу Иисусу, благодаря знанию Духу всего Евангелия, благодаря полноте познания истины, о чем Иисус говорит? Отрисание праха, конечно же, означает, как Иисус когда-то говорил в простоте слова. Это означает, особенно есть в Ветхом Завете, очень сильная такая пророческая книга, Иезекииля, когда там именно все время рассказываешь, что если пророк какой-то, а по сути благовестник уже, мы с вами говорим, языком Нового Завета, языком Евангелия, если этот человек, как Бог говорил пророку, если ты скажешь и будешь собличать, будешь проповедовать, то на тебе нет греха за этого человека, а если ты не будешь это делать, то грех остается на тебе. Это очень важный принцип и закон жизни. Поэтому, конечно же, мы должны свидетельствовать об истине, мы должны обличать грех, проповедовать истину о вечности, свободе и любви. Тем более, что касается наших детей, самых близких нам и родных, и людей, которые вот вокруг нас на расстоянии руки находятся. Конечно, мы же должны им засвидетельствовать. И если мы им засвидетельствуем, и они уже не, и не важно, примут они или не примут, примут, это, конечно, здорово, слава Богу. Появился светлый человек, родился новый человек в мир, да, Божий человек, Дитя Божье. А если нет, то ты свободен. Отрясаю прах, то есть я невиновен в крови твоей, как как бы пророк тогда отвечал тоже Богу, вот, хотя тоже иногда там немножко малодушствовал, и Бог его, так скажем, и подкреплял, а где-то, где-то палкой, где-то конфетой, ну, палкой в хорошем смысле, не бия, конечно. Вот. Здесь то же самое, то есть отрицаем прах, когда мы этому человеку говорим, то есть другими, это образное выражение же, да, это не значит, что там с туфля благовестник там стряхивает прах на какого-то человека, или на его дом там, на его город, это, конечно же, образ, да, когда ты отрицаешь, ты вот в грязь вляпался, и там ботинками стучишь друг от друга, или обо что-то их там очищаешь, здесь то же самое, то есть как бы я невиновен в твоей крови, да, в том, что ты там на страшном суде вкусишь вкус гиены окненной, ты сам это избираешь. Я засвидетельствовал об истине, поэтому я свободен от того, что, от крови твоей, от того, что я был повинен в твоей вечной гибели, как это говорят, да, вот. Но знай, и заметьте, здесь очень важно, есть несколько подобных мест, там немножко в Евангелиях разных, по-другому сказано, но вот именно в Луке 10, здесь очень важная фраза добавлена. Однако же знайте, что приблизилось к вам Царство Божье. Однако же знайте, если мы одному человеку это говорим, что приблизилось Царство Божье. Здесь опять же, что эта фраза значит? Однако знай, что суть бытия, любовь, свободы и вечна, что ты вечен, свободен и должен жить в любви. Вот так мы должны говорить людям, да. То есть, конечно же, люди свободны, мы никому палкой не проповедуем. Но даже эту свободу, как говорится, да, мы проповедью, мы не нарушаем тем, что заставляем ему жить поистине, в себя ее принять и жить по ней, да. Но мы об этом ему говорим, пусть даже кратко, но стараемся даже в дорогу, даже когда нас бьют, мы все равно говорим, знай, что я, грубо говоря, как проповедник, люблю тебя, что я тебе говорю об истине. Вот она, любовь, свободы и вечна, прими ее. То есть, даже когда нас отвергают, отвергают истину, о которой мы благовествуем, мы все равно говорим человеку, знай, что приблизилось Царство Божье, что ты можешь познать истину, ты только протяни руку, и ты познаешь ее, и обретешь полноту счастья. Хотя бы напоследок, надо все равно благословить человека. Это то, чему учил Иисус. Можно сказать, мы благословляем врага, потому что человек, отвергающий благовестника, истину, да, он враг Божий, враг твой, да, как Иисус сказал, враги домашние твои. Но даже это... Естественно, Иисус в общем сказал, применяем опять к детям и родителям. Конечно же, даже если дети наши или родители не принимают истину Евангелия, конечно же, мы что? Мы засвидетельствуем им об этом раз в жизни, два в жизни. Тем более наши дети, родители, об этом сейчас я еще буду позже говорить, они, конечно, видят нашу христианскую жизнь, мы и так им постоянно свидетельствуем. Но когда-то в жизни, как минимум, надо это сделать просто, знаете, сесть и поговорить на эту тему. И тогда вы будете свободны, вот этот вот, отрисете этот прав, и будьте свободны от крови собственных детей и родителей в том, что они там пойдут в вечную погибель. Ну, вы свободны от крови, образно говоря, вы, конечно же, их не убиваете, так скажем, от крови духовной, да, от смерти духовной вашего близкого, потому что вы ему засвидетельствуем об истине. Опять же, я говорю, когда вы посидите, поговорите, он скажет, да-да-да, все хорошо, но мне это все не надо. Ты скажи, ладно, сынок, или там, ладно, мама, папа, вот, ты можешь отрицать, но знай, что ты все равно, я вот так своим родителям говорю, что вы все равно вечны, так, вот мне папа все время пытается убедить то, что и у червяки сожрут, и ничего там не будет. Я говорю, нет, ты знай, ты все равно, я говорю, когда крякнешь, настанет час, да, ты будешь стоять рядом со своим телом, и, может быть, меня рядом увидишь, или перенесешься куда-нибудь, где я там буду находиться, и будешь локти себе кусать, потому что ты вечен, знай, что ты вечен, что ты сам свободна, сейчас избираешь свою судьбу, поэтому избери любовь. Потому что Царство Божие приблизилось, вот оно, просто сделай правильный выбор, потому что ты свободен, и все, и обретешь счастье. Царство Божие приблизилось, вот оно, протяни только руку, прими только истину о любви, о свободе и вечной жизни. Дальше, третья сущность бытия, у нас с вами любовь, конечно же. Хула, так я двоеточие ставлю, или называют раздел хула на Христа, но не на истину. Напомню вам несколько мест из Евангелия, Матфея 12. Потому говорю вам, всякий грех и хула, есть в разных синаптических Евангелиях, и в Луке, и в Марке, но я взял из Матфея 12. «Потому говорю вам, всякий грех и хула простятся людям, а хула на Духа не простится людям, на Духа Святого, там, в разных Евангелиях. Дух Святой, Дух Истины, Дух Божий, Дух Христов, это все синемичные понятия, это Дух Любви, это сама Любовь, это Истина, это Любовь, Свобода и Вечная Жизнь. Все сюда вкладывается в этом. Если кто скажет слово на Сына Человеческого, то есть на Иисуса Христа, здесь Иисус о себе говорит, или, по сути, если хотите, даже на каждого проповедника, на каждого благовестника, кто свидетельствует со своим родным и близким, в том числе, как благовестник, говорю, в каком-то большом масштабе, как благовестник в маленьком, когда мы свидетельствуемся в каком-то небольшом своем окружении, если кто скажет слово на Сына Человеческого, то есть на Иисуса Христа, на вас, как на христиан, тем более из проповедников, то проститься Ему. Если же кто скажет на Духа Святого, то есть еще раз, на Духа Истины, на Духа Божьего, на Духа Любви, Свободы и Вечной Жизни, не проститься Ему ни в этом веке, ни в будущем. Опять же, Иисус не простит Бог. Заметь, Иисус все время говорит, не проститься. То есть это Он сам виноват. Он сам себя отправит туда, где Он думает, что Ему будет хорошо. На самом деле, конечно, Ему там будет плохо. Не в будущем, потому что Он сам выбирает такое себе будущее. Итак, а значит, в благовестии, руководствуясь вот этими словами Иисуса, мы должны руководствоваться тем принципом, что сначала проповедуем об истине, в вечности, свободе и любви, а уж потом об Иисусе Христе как Личности и Боге. Это очень важно. Иисус вот этой вот фразы, я хочу, чтобы вы особо на нее сейчас, слушая меня, обратили внимание, задумались над этим. Это очень глубокие слова Иисуса. Конечно, у него все слова глубокие, но в данном контексте мы с вами с них начали, потому что они, так скажем, нам дорожку правильную пролагают и старт дают правильный по этой теме. Как мы видим, Иисус готов сам умолиться, лишь бы человек примет истину. На самом деле, как я вам сказал, конечно же, человек, познавший полноту истины, он понимает, что человек, принявший Иисуса, примет и Христа, принявший истину, примет и Христа в оконцовке. А вот, кстати, принявший Христа, не обязательно примет истину. Сам Иисус об этом говорит постоянно. Я уже здесь не стал писать вам сейчас своими словами, напомню те же самые слова Христа из Евангелия, когда он говорил, «Всякий, говорящий мне, Господи, Господи», да, не всякий войдет в небесное царство, да. Человек говорит, слушающий меня и не исполняющий слов, подобен человеку безрассудному. Вы помните все эти притчи об умных и глупых девах, да. Все же это притчи об христианах, о суде и участи их за ту жизнь, которую они будут вести. Всякий, кто идет за мной, то есть это христианин, который на словах, но не несет креста своего, да, не достоин меня. Это очень важно. Иисус все время говорит, что христианин христианину рознь. И есть христиане, которые что, обманутся и окажутся не со Христом по делам в своей жизни, по поступкам в своей жизни, которые давно отреклись от Иисуса. На словах кто угодно может исповедовать Иисуса. А вот кто примет истину о любви, свободе и вечной жизни в правильном ее понимании, в полноте, тот однозначно примет Иисуса. Я вам зачитаю еще одно место слова Иисуса из Евангелиана 3 главы. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет. Там можно взять очень большой контекст, там речь Иисуса вся подходит, где он говорит, что я свет пришел в мир, я суд принес в этот мир. И суд состоит в том, в чем. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злые. А поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны. Еще раз Иисус дает очень важный закон и смысл жизни мы с вами понимаем. Он и говорит, почему не принимают меня, почему не идут ко мне, потому что злые. С одной стороны, вы знаете, да, Иисус говорит, неправедники имеют нужду, но грешники в покаянии. Да? Но грешники какие? На самом деле люди каются тогда, несмотря на то, что они еще живут грешной жизнью, какие-то дела делают, но сердце их, как я всегда выражаюсь, распахано. Это то сердце, в которое падает семя и дает плод. Это очень важно. С виду бывает это два одинаковых грешника. Ну, возьмите тюрьму, допустим, как пример. В камере сидят два заключенных. Они оба грешники. Они там еще могут продолжать грешить. Они туда попали, допустим, не неправедно, а за дело. Что я вам буду говорить про тюрьму? Если у нас есть пример, это два разбойника, распятых на кресте. Они оба согрешили. Они оба грешили и даже продолжали грешить. И наказаны, распяты были. Сам тот покаявшийся распойник признает, что мы за дело. Но он во время этого распятия, наказания, праведного наказания, так скажем, по-христиански никто никого не должен распинать. Сейчас я имею в виду по законам мира. Его как бы праведно распинают, так скажем, хотя христиане никого вообще не распинают, не наказывают, не убивают. Они только обличают словом истинной правды. Призывают к покаянию, творению дел достойных покаяния. И вот нам пример. Два разбойника над Иисусом, рядом с Иисусом. Почему один кается, другой нет? Потому что сердце одного все равно распахано. Да, они вместе, они были в одной банде. Они вместе согрешали, вместе делали одинаковые злые деяния. Но один уже был на грани. На грани, когда внутри его всего рвало, такой жизни, да, разрывало и рвало в прямом смысле, тошнило, да. Он был готовый на самом деле. Да, он внешне это никак не выказывал. Мы все так когда-то жили. Когда вообще человек приходит к Богу, вы все знаете, в самый тот момент, когда человек все, он вот падает и начинает вопить. Я устал. Я хочу жить по-другому. Что-то в моей жизни не так. Как говорят там проблемы, болячки, неважно. Просто человек вот доходит до храни. Он говорит, Господи, помоги. Разбойник делает то же самое. Другой так и ничего до него не дошло. Он злодеяние делал, на кресте висит и все равно пыхает этой злобой, да. До другого все-таки дошло, но потому что он был уже готов к этому, да. То есть он открыл свое сердце к покаянию. Он понимал, что вот-вот жизнь земная закончится. И он все чувствует вечность. Все чувствуют, что вечность это цвет. И он в этом свете будет облечен. И он кается, да. Потому что что? По сути, можно сказать, дела его стали становиться добрыми. И он как бы... Нам это всего в Евангелии не описано, но мы с вами, познавши истину в полноте, можем все это уже дополнять Евангелие, понимая, что все так и было. Нам вся речь покаявшегося разбойника, душевная его речь, конечно, неизвестна. Но по сути, мы с вами понимаем, потому что мы с вами все проходили, кто истинные христиане. Да, мы все прошли с вами искреннее, чистосердечное, добровольное покаяние. Оно заключалось в том, что мы просто говорили, я был негодяем, я творил зло, я больше не хочу этого делать. Дай мне второй шанс. Просто мы с вами, в отличие от разбойников, вот я сижу перед вами и говорю, да, я висел в этот момент не на кресте, и моя жизнь физически не заканчивалась. Поэтому мы с вами, те, кто, я вот говорю, вы меня слушайте, мы с вами покаялись и сотворили плоды достойной покаянии, и продолжаем их творить, потому что не хотим жить в грехе, а хотим жить в любви, потому что именно в ней и счастье. Любить и быть любимым. И, конечно же, делая добро, мы идем к свету, потому что Бог есть свет, потому что дела наши добрые, и во свете они в Боге соделаны, и они являются. Да? Мы с вами становимся золотом, который не боится огня, а еще больше в нем преображается, очищается, а солома, наоборот, сгорает. Грешники – это солома, золото – это праведники мира, живущие в любви. Так чтобы прийти к свету, Иисус есть свет, Он сам о себе говорит, я свет миру. Прям вот даже в этом месте. Я говорю, я просто вырвал, вы можете, естественно, все эти места, которые я всегда привожу цитаты, я сам рекомендую почитать побольше. Ну, просто у меня тексты тоже распыляются, их бывает люди не видят какой-то конкретный, на что надо обратить внимание, поэтому я здесь немножечко так, я говорю, подрезал. Здесь мысль сохраняется, да? Делающий злое человек, злодей, ненавидит свет и не идет к свету, поступающий по правде идет к свету. Конечно же, мы с вами можем начинать проповедь и с Евангелия. С кем-то можно поговорить даже вообще с незнакомым человеком об Иисусе, прям сразу, о Евангелии, об Иисусе Христе. Но если человек не принимает, тем более, я говорю, все-таки мы с вами сегодня разговариваем о детях и родителях, я постараюсь, я хоть иногда оговариваюсь, что мы ко всем людям должны относиться одинаково. Ну, раз уж взяли такую тему, да, смотрите, наши дети, родители, они завтра от нас никуда не убегут. Естественно, мы засвидетельствовали об Иисусе, допустим, и видим, что они его не принимают. Это очень важно. Очень важно понять, что люди, не принимающие Иисуса, это люди, живущие в грехе. Как бы сейчас не было печально нам осознавать о своих даже детях и родителях, детях, причем, может быть, подростках, но они не принимают Иисуса, значит, сейчас в них живет тьма, их тянет куда-то в другое. Они не будут вам сейчас говорить, они вам не откроют всех тайн мира, что у них в сердце, может, они там вообще думают, как убить своего одноклассника или изнасиловать одноклассницу. Вам этот ребенок не откроет. Именно если он не принимает Иисуса, значит, в нем что-то живет плохое. Иисус-то принять очень легко, я говорю, у нас, знаете, тюрьмы переполнены христианами, конфессиональными, неконфессиональными, какими угодно, да, совершеннолетними, несовершеннолетними. Поэтому если человек не принимает вот в простоте Христа Евангелие, вам надо обязательно, конечно же, с ним говорить тогда о чем? Об истине. Хоть она и есть Иисус, но все-таки об истине через сущности природы бытия, это любви, свободе, вечной жизни. Вам тогда и откроется, кто ваши родители, кто ваши дети. Принимают ли они вечность? Принимают ли они свободу? И принимают ли они любовь? Хотят ли они любить и быть любимыми? Понимают ли, что это закон блага бытия? Что счастливы они будут только при этом условии, если они будут творить добро всем людям, всем животным, всей природе на земле, а значит самому Богу. То есть любить, несмотря ни на что, даже когда тебя будут бить. Я уж не говорю, что самому взять, как Петр писал, не дай Бог, кто из вас пострадает, пострадает как убийца, насильник или еще что-то, вор или грабитель. Это вообще табу на это. Уж что об этом говорить. Тут речь вообще идет о любви настоящей, совершенной ко всем, ко всем грешникам, которые не просто какие-то там грешники он там покуривает, выпивает. Нет, этот человек тебе какое-то зло делает. Грабит, бьет. Ворует у тебя там, да, обзывает тебя. Вот этого человека способен ты любить, способен ты не ответить ему злом на зло, а при возможности, может быть, сделать какое-нибудь добро, чтобы вот именно привести его к покаянии, этой жертвенной любовью к врагу своему. Это очень важно. Если человек примет истину и начнет жить в согласии к ней, он в оконцовке рано или поздно придет к Иисусу. Давайте я кое-что еще зачитаю. Именно любовь, доброта и ведет нас в объятия Бога Иисуса. Но даже добрый и любвеобильный человек по какой-либо причине в этой временной земной жизни может отвергать бумажного и уж тем более религиозного Иисуса Христа. Но он однозначно примет Иисуса и признает Его своим Богом и Царем, когда в день страшного студа и великого разделения встанет по правую сторону от Него за свою любвеобильную жизнь в добре ко всему творению Бога. Еще раз, о чем я здесь хочу сказать. Как я... Это я мысль уже зафиксирую, чтобы она у нас просто прям закоснела в голове. Именно любовь и доброта ведет нас в объятия к Богу Иисусу. Она ведет нас в небесное царство, в Божье царство, в царство Христа, в царство свободы и любви. Сама эта, вечно это царство свободы и любви нас и ведут принципы и поступки жизни, соответствующие вечности, свободе и любви. Но! Даже любвеобильный и добрый человек по какой-либо причине в это время на земной жизни может отвергать бумажного и уж тем более религиозного Иисуса Христа. О чем я говорю? Евангелие, которое дошло до нас, далеко не совершенно. Его переписывали, неизвестно, кто писал, переписывал. Вы знаете, что доходит оно до нас через эти людоедские, богоненавистнические, антихристовые секты под названием православие, католицизм, протестантизм, которые сами людей даже не щадили, причем своих собственных, так называемых, христиан, под названием, именовали их еретиками и что только с ними не вытворяли, и на кострах сжигали, и вешали, и душили. И все это делала церковь во имя Христа, так называемая церковь, во имя Христа Иисуса, Бога любви. В христовые походы ходили, друг на друга нападали, Владимир на Чернигов, Псков на Новгород, и рубили друг другу головы с флагами и стягами Девы Марии и Иисуса Христа, под знаменами Бога. Все это делалось во всю историю человечества. Поэтому, конечно же, кто-то, любвеобильный человек, тот же самый веган, может соблазниться на Евангелие, с которого вырезали, которое до нас дошло, где Иисус чуть ли не... Ну, там его трупажором невозможно сделать, но некоторые умудряются и из Иисуса трупажора. Конечно же, Иисус был веганом и любил животных, и весь растительный и животный мир. И, естественно, никакой пищи, полученной посредством убийства или эксплуатации живых душ, не питался. Это понятно. Но в Евангелии все это повыкидывали, до нас дошло... Все туда, слава Богу, не впихнули, что Иисус якобы все это потреблял. Да, про Пасху я уж там много... У меня есть ответы на все эти вопросы. Никакого ягненка там не лежала. Именно поэтому у них Пасхой был хлеб, который Иисус назначил, потому что кровь и смерть с любовью не имеют ничего общего. Поэтому, естественно, Пасха Христова настоящая, не еврейская, а христианская. Это хлеб и вино. Это жизнь и радость символизирует. Это символизирует, естественно, любовь. Поэтому никакого там заклонного ягненка не было. Там был сам настоящий хлеб и вино, источник жизни и радости, веселья, сердца. Вот. Поэтому, конечно же, тот же самый веган может соблазниться на такого бумажного Иисуса, на такое Евангелие, которое им проповедуется. Я могу очень много привести. Я уж молчу про религиозного Иисуса. Это тут и говорить нечего. С бумажным-то есть вопросы, как я его называю. Я надеюсь, вы понимаете, что это я делаю без оскорбления, чтобы мы понимали весь этот смысл. А про религиозного и говорить нечего. Иисус Христос, там, православных, я говорю, католиков или протестантов, это вот такой вот до зубов вооруженный демон, который там убивает соседние народы, сжигает всех еретиков, ходит целыми днями в храм, в платочки, с бородой, вот такой вот до пупа. Именно в этом Иисус Христос. Весь в крестах обвешанный, на Мерседесе, на бронированном. У них вот такой Иисус. Уж если добрый, любвельный человек такого Иисуса не принимает, так это лишь говорит, что человек по-настоящему познал истину. Вот и все. Потому что люди, находящиеся в сектах, истины не познали. Они щупают, они пытаются приблизиться, кто искренне, конечно, в сектах находится. Я сам практиковал все эти секты. Искренне, на самом деле, пытался практиковать их. Это было не какой-то там, знаете, с подковырками я там искал, за что бы зацепиться. Нет, я искренне, почему православие вообще, можно сказать, много лет, ну, не много, для кого-то пять лет это мало, для меня это достаточно. Уже по всем остальным сектам я прошелся по поверхностным, мне уже все было понятно. С одного прихода туда был я и у протестантов. Вот, католикам уже и заходить нет смысла, православные католики – это вообще сестры-близняшки, да, две блудницы, проститутки. Так что вот так вот. Поэтому, естественно, если люди такого Христа не принимают, так это и слава Богу. Даже к бумажному Иисусу есть вопросы, к того, что до нас дошло. Я же много раз говорил, просто вдумайтесь, неужели трехлетняя проповедь Иисуса, жизнь и проповедь Иисуса вместилась в двухчасовое повествование. В двухчасовое повествование. Вы посмотрите, сколько у меня роликов записано. А сам Иоанн говорит, что если писать обо всем, чему учил Иисус, то не хватит и всех книг мира. Да, это очень важно. До нас дошла вот такая вот крупица. Они что, не обсудили тему, а гомосексуализм – это зло, а что делать с детьми, с родителями, да. Никаких вопросов не задавали, ни про секс, ни про еще про что-то там, да. Сколько вопросов нам интересует, да. Какая работа хорошо, а какая плохо. Да. До нас дошли просто крупицы, о чем они там целыми днями общались. А они полностью, Иисус и учеников Он даже от своей бытовой жизни оторвал, чтобы они что делали? Познавали истину и ее другим благовествовали. Итак, то есть это очень важно. Такого Иисуса, если человек не принимает, тоже не надо расстраиваться. Главное, что человека надо оценивать. Почему? По его любвеобильной, доброй жизни. Если она этому соответствует, если он даже не принимает бумажного Иисуса, он обязательно его примет. Естественно, я для вас зачитаю Матфея 25 главу. Это как раз после апокалиптической речи Иисус заканчивает несколькими притчами, в притчах рассказывает о суде и, по сути, можно сказать, прямо говорит, хоть тоже и приточно, что он разделит людей всю Вселенную, все народы на козлов и овец, подразумевая под ними праведников и грешников. Итак, когда же придет цинк человеческий во славе своей, все святые ангелы с ним тогда сядет на престоле славы своей и соберутся пред ним все народы и отделит одних от других, как пастырь отделяет овец от козлов и поставит овец по правую сторону, а козлов по левую. Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его, придите, благословенный отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира. Ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал вы, напоили меня, был странником, вы приняли меня, был нах и вы одели меня, был болен и выпустили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне. Тогда праведники скажут ему в ответ, Господи, когда мы видели тебя алчущим и накормили, или жаждущим и напоили, когда мы видели тебя странником и приняли, или ноги мы одели, когда мы видели тебя больным или в темнице и пришли к тебе. Царь скажет, то есть Иисус скажет им в ответ, истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из братьев моих меньших, то сделали мне. Здесь под братьями Не думайте, не верьте лживым толкованием, что это христиане подразумевается. Здесь под братьями подразумеваются все люди на земле. Потому что Бог есть любовь. Иисус и Бог отец это одно. Все мы, да, дети одного Бога на земле. Все абсолютно. И все братья Иисусу. Потому что он и есть этот Бог. Просто это два разных образа. Бог отец и сын. Если отцу мы дети, сыновья и дочери, то Иисусу мы братья и сестры. Все, кто делает добро ближнему, Иисус говорит, каждый творящий доброе угодит Ему. Даже в Ветхом Завете есть такие слова. Это очень важно. Всякий поступающий по добру угоден Богу. Все, кто делает ближнему своему, да, что-то, делают Иисусу Христу. И поэтому эти люди, даже если они в этой земной жизни по какой-либо причине не приняли бумажного Иисуса или религиозного, это не значит, что они не принимают Иисуса настоящего, который, когда во плоти опять придет на землю, тогда все станет явное, все тайное станет явным и все займут свое место. Как мы видим, это не важно, христианин ты или нет. Быть христианином – просто счастье. Иметь личное отношение, как говорится, с Иисусом, любить Его и быть им любимым – это просто счастье. И подразумевается именно плоть, да, особенно, возьмите там, современников Иисуса, которые, как Иоанн писал, которые слышали Его, которые видели Его, которого сизали ручки наши, как он говорил. О слове жизни. Вот о чем мы вам благовествуем, о том, что слышали, видели, осязали руками своими. Ибо жизнь явилась, и мы видели и свидетельствуем. Бог есть свет, Бог есть любовь, Иисус Христос. Конечно же, это просто счастье. Но я говорю, человек, судить человека. Я лично знаю много людей, которые отвернулись из этих религиозных бредней от Христа. Хотя, опять же, отвернулись они многие, вернее, я знаю, знаете, так, половину этих людей, которые отвернулись действительно от Христа вообще через вот этого вот отворачивания от религиозного или бумажного Иисуса. А если просто отвернулись от этих религиозных и бумажных Иисусов, да, и что? И просто остаются в Иисусе в настоящем, потому что пребывают в истине. Вот и все. И как Иисус сказал, будьте стоять по праву, так и мне. Те же самые люди, которые там не принимают бумажного или даже бумажного. Хотя к бумажному Иисусу, я говорю, не так уж и много претензий, в отличие от религиозного. Вот. Но если эти люди принимают истинного Иисуса, который снова явится и откроется всему человечеству, всей Вселенной, будет судить всю Вселенную, то в концовке всем будем со Христом. Даже после этого суда. И те, кто были так называемыми христианами, и те, кто так называемыми христианами формально не были, но жили по-христиански, они тоже, мы все будем вместе. Да. Если мы правильные христиане, так называемые, да, то мы как по притче Иисуса не будем завидовать, что и те получили тоже по динарию, хоть мы-то с утра трудились, а они вот под вечер пришли. Это абсолютно не важно. Христианство делает тебя счастливым. Да. Ты не будешь, настоящий христианин, не будь Богу кидать претензии, я вот тут христиан, а он там не был христианин, и ты их сравнял с нами, да. Да мы рады будем, что эти люди тоже будут с нами, потому что вот именно они посудят, я говорю, отвергли, что ложь-то. Бумажный религиозный Иисус, это не тот Иисус, который на самом деле, который является Богом, любовью. До нас дошли, да, до нас через Евангелие, дошли с бумажной, доходит полнота истины о том, что Бог есть любовь, да, свобода и вечная жизнь. Из Евангелия мы этого можем черпнуть, да, эту саму сущность истины, да. Но в делах мы с вами видим, что нам там много чего тоже, и в словах поурезали, много чего не видим в Иисусе, да. Потому что я вам уже много раз говорил, слова-то эти все одни, любовь, любовь. А что такое любовь, в чем она проявляется? Ну, я заканчиваю эту тему. Конечно же, говорить своим детям, родителям нужно и о вечности, и о свободе. Но самое главное, говорить с ними о доброте и деятельности любви ко всему творению Бога. Этот вывод просто я хочу тоже еще немножко, еще срезать. Помните, как апостол Павел сказал, вера, надежда, оси пребывают три, вера, надежда и любовь. Но любовь из них больше, главнее, там в разных переводах по-разному говорится. Ну, суть ясна, что, конечно же, даже говоря об истине, то есть мы с вами уже сказали, сначала мы говорим об истине, потом уже об Иисусе Христе. Я говорю, с кем-то может быть, наоборот. Я вам, по сути, предлагаю эту схему при условии, что вы либо уже пробовали говорить, на самом деле, прямо об Иисусе, да, и вас отвергли, либо вы просто видите, что бесполезно с этим человеком, да, говорить. Тогда ты просто об истине пытаешься ему проповедовать. Он, может быть, уже, так скажем, не знаю, из ярких примеров вам известных людей, не знаю, возьмите Невдорова, да, там, Александра Престарелого уже, журналисты, можно сказать, да, российского. Что ему говорить об Иисусе Христе? Он христианство ненавидит, как бы, в принципе, вот это бумажное, религиозное, да, но с этим человеком можно пытаться говорить об истине, о свободе и о вечной жизни, хоть он ее, как бы, тоже, якобы, не принимает, вот, но вот именно с ним о таких вещах можно, но он к этим, просто по всем его видео, я много с ним интервью смотрел, то есть понятно, что с ним все можно об этих вещах, он готов дебатировать, да, о вечности, о свободе, о любви, там. Ну, а о Христе с ним вообще бесполезно, уже говорить, он убежденный антихрист, так скажем, в этом плане, да, но попытаться через говорение об истине без Христа, так скажем, да, в хорошем смысле этого слова, мы можем пытаться это с этим человеком, мы можем пытаться вот таким образом, наверное, вот через познание этой истины, все-таки прийти к этому, да, потому что Невзоров не принимает абсолютно любви, там, к врагам, да, тоже говорит, да пусть там украинцы, наоборот, победят русских и так далее в данный момент, там, в войне с Украиной, расистов, вот, и как раз попытаться его переобъявить через это, но на тему он хотя бы как-то способен говорить, там, на тему Христа он вообще не способен к разговорам, это очевидно из его всех речей, из его мировоззрения. Так что вот так вот, но даже когда выиграю, казалось бы, у нас ступенчатая эта схема, да, то есть сначала об истине, потом об Иисусе, то наверху все равно, даже если мы этот первый пункт поделим, то истина из любви, свободы и вечной жизни состоит, то любовь все равно должна вообще стоять выше всего. Конечно же, я всегда говорил, что, в принципе, если убрать вечность, то все бессмысленно. Говорить там о любви тоже бессмысленно, с одной стороны, да, но есть люди, очень многие, вот заметьте, я сколько знаю веганов, известные есть веганы, да, эти люди вообще не то, что даже не в религиозности или верующих, как говорят, вот именно они никому не относятся, никим этим, и они не принимают там вечную жизнь, но он может сказать, порассуждать, что да может и есть, может я верю, я сам не знаю, вот, но он убежденный веган, потому что он знает, что животным причинят зло, это зло, да, он даже не управляет их слов, естественно, грех там, он говорит, убивать нельзя, это боль, страдания, как типа нормальный человек может такое делать, он аргументирует простыми понятиями, по сути, к этой же любви, любви, естественно, и аргументируя к ней, к ней апеллируя, да, вот, ну, а вечность ему до лампочки, там, будет, суд, нет, он говорит, что здесь и сейчас нельзя убивать животных, пацифист там убежденный, говорит, нельзя убивать людей, неважно, есть там вечность, он говорит, да нельзя, это все, он говорит, что даже, потому что, я говорю, есть полно добрых людей, которые, как бы, вечность там отрицают и так далее, да, или не признают, или, как говорится, не продают ей значения, есть, есть, нет, нет, но, он говорит, вот, это зло делать нельзя, Даже в этой временной земной жизни, он говорит, если мы хотим жить в благом обществе, в счастливом, вот этого делать нельзя. Нельзя переступать эти вот грани, да. Ему не важно, где там написано, не убей, не укради. Он и говорит, нельзя воровать у любого человека на земле. Ты воруешь по сути саму себе, потому что если мы любим, мы должны весь мир быть космополитом, возьмите. Им не важно, что там за гранью так называемой смерти. Они понимают, что здесь сегодня мы должны быть всей единой семьей, разнообразной, различной, но все одинаковые, да, по сути-то люди. И никаких границ, все это надо убрать и все. Ему не важно, согласуются это с вечностью. Нет, он может завтра тоже не проснется. Но он убежден, что сегодня для собственного счастья все люди на земле должны вот так вот жить. Даже здесь, на этой временной земной жизни. Поэтому, говорю, самое важное, во главе угла всего и вверху пирамида это любовь. Конечно же, она не раздельна от свободы и вечность. Любовь и свобода это вообще две стороны, одну медаль их разорвать невозможно. Где нет свободы, там нет любви. То, что любовь добровольно дарится, так скажем, действует и добровольно принимается, это очень важно. Я говорю, и все это, конечно, бессмысленно, все эти разговоры, и жизнь любвеобильная тогда, если завтра мы умрем. То есть, как бы все это хоть и неразрывно связано, но все равно, если уж так мы с вами пытаемся на плоскости изобразить, то любовь выше. О ней вообще прежде всего всегда надо говорить. Потому что вся наша жизнь состоит из поступков, добрых или злых. Живем мы вечно или нет, он сегодня живет. Ну, видите, человек, ребенок мучает кошку там. Вы же говорите, ну-ка оставь ее, что ты живодер делаешь. Мы сегодня кого-то обличаем, мы за доброе или зло, и каждый день кого-то анализируем, любого человека вокруг себя, людей. Мы о вечности, это просто как разница. Он сегодня живет, и как говорю, неважно, верит он, нет, он глаза закроет, все равно будет жить. Это не самое важное в жизни человека убедить, что вот, там есть вечная жизнь. Да он сдохнет, и все равно не сдохнет. Даже как бы об этом не мечтал. Он останется жить, потому что мы, в принципе, все вечные. И свободен, он все равно априори своей свободен. Он может говорить, что я вот это сделал, потому что там меня зажали, а тут это, а тут это. Нет, человек свободен сделать выбор между добром и злом, даже под угрозой лишения имущества, здоровья, свободы и самой временной жизни. Это твой выбор. Говорить, что я вот так поступил, потому что там, а вот небо за это прилетело, меня там зажали условия, или еще что-то, страхи. Нет, это твой выбор, ты за него в ответе. Поэтому мы человека всегда обличаем за добро и зло. Потому что любовь, это и есть наша жизнь. Реальная сегодняшняя жизнь. Мы каждый день, каждую секунду что-то делаем, доброе или зло. Вечность, свобода, они просто априори у нас присутствуют. Мы можем их как бы делать, и что мы их отрицаем. На самом деле мы, а это просто существует. От этого отречься просто невозможно. А вот любовь мы избираем сами. Быть добрыми или злыми. Так что вот так вот. Поэтому это самое важное. Так, ну и теперь давайте второй раздел разбираем. Это различия в благовестии детям и родителям. Мы вам говорили, что разное, как бы о сущности, да. Теперь поговорим о различиях. Но по сути, все эти, знаете, заметьте, по сути эти два раздела символизируют просто опять слово и дух. Ой, ну как я все равно говорю, видимое и невидимое. То есть то, что мы как бы учение и практика. То есть поэтому, в принципе, и схожести. Эти законы, о которых мы с вами только что, я все это много, целый час, оказывается, уже говорю. Это как бы теория слова, она применима в благовестии ко всем. И детям, и родителям, на самом деле всем людям на земле. А вот различия в этих благовестиях, они по сути и основываются просто на телесном. То есть тут дело не в духовном, чтобы что-то разное, а именно уже в подходах, именно в делах эти различия. Поэтому к детям, родителям, и вот именно даже окружающим тебя людям, всем, оно различается, ну именно в делах, уже в конкретных делах. С детьми ты по одному говоришь, с родителям по другому. Опять, все это зависит от возраста. С детьми в три года, в шесть, в пять, в десять. С родителями, когда им сорок, пятьдесят, шестьдесят, а вам двадцать, тридцать или сорок. Это по-разному идут беседы. Это разные как бы дела, разные разговоры, разные слова. С сотрудником на работе ты по одному говоришь, с подчиненным или наоборот со своим начальником, ты по-разному будешь благовествовать. У тебя будет тон разный. Если с подчиненным ты можешь более спокойно говорить, да, таким тоном, потому что он твой подчиненный, то с начальником ты все-таки будешь говорить тоном помягче. Да, даже благовествовать ему ты будешь все-таки мягче. А то вдруг прилетит еще работа или шусь. Вот. Это очень важные вещи такие, да. Поэтому, по сути, различие просто в делах. Поэтому, как бы, сущностное, ученическое, невидимое, у них одна, как всем благовествиям, мы с вами об этом поговорили. Что благовествовать, как это делать, по сути, как это в смысле в мыслях своих. А уже в делах, конечно, это происходит по-разному. Несмотря на то, что старость называется вторым детством, все-таки маленькие дети и престарелые родители – это не одно и то же. Потому, некоторые действия, которые мы можем совершать при благовестии детям, будут неуместны при благовестии родителям и наоборот. То есть, ну, тут я, по сути, вам уже это сказал, только другими словами. Еще раз, я сам не раз говорил, и так есть в жизни, что старость второго детства. Потому, что человек из маленького беспомощного существа, грудничка, к старости доходит, опять же, до этого состояния. Старый человек порой уже не двигаться не может, сам не кушать, вплоть до того, что ему пищу пережевывают. То есть, мы с вами реально видим, как такой круг замыкается. Человек рождается абсолютно немощным практически. И таким же немощным, по сути, если ненасильственный какой-нибудь смерти умирает. Или пусть там ненасильственный, но там, не знаю, болезненный какой-то раньше времени. То есть, он умирает, доживает до старости и умирает в престарелом возрасте. То, по сути, он приходит в состояние опять этого младенца. Он и сам, и заметьте, мы телесный, и рост нас уменьшается, и мышцы. И все, мы, по сути, сжимаемся, можно сказать, до этого же грудничка. Но, конечно, мы не приходим в состояние такого роста 50 сантиметров, как там груднички. Но все-таки старые люди уже такие маленькие, щупленькие. Обычно, когда таких бабушек, дедушек уже хоронят, если прямо такая седая старость. Ну, они такие небольшие, все уже достаточно, и плюс они там за несколько дней быстро прямо иссыхают. И все, и там, можно сказать, такой маленький человечек. Вот. Поэтому, конечно же, хоть я и говорю это часто, и так и есть. Уже родители в старости, наоборот, зависят от нас. Детям уже обычно там по 60, по 70, по 50, а родителям 80, 90, 100. Ты, по сути, с ними как уже с детьми. Я говорю, ты ходишь там, на улицу их выгуливаешь, знаете. Ты, мужики, какие-то наставления, говоришь, что это не делай, то не делай. Туда не ходи так, будь рядом с домом. То есть, по сути, мы уже со своими родителями, когда они в старости, ведем практически как с детьми. Себя или они, наоборот, с нами вели в детстве. Я говорю, при всем, при этом, таком внешней, как бы, похожести старости и детства, наоборот, да, то, на самом деле, конечно же, все-таки это не одно и то же, и поэтому мы с вами все это сейчас разделим. Поэтому благовестие детям, благовестие родителям, конечно же, отличается. Итак, благовестие детям я разделил чисто формально. Конечно же, каждая душа уникальна, каждый человек индивид, и все это по-разному, разный возраст. Но приблизительно я, основываясь на своем каком-то мировоззрении, опыте, наблюдении, я как бы делю даже вот, я сам человек, сам вырос, в разном возрасте был. Вот, мы все друг окружаем. Я так, это, говорю, это очень формальное деление. Есть дети более раньше возрастают, позже, по телу, по уму и так далее. Но формально я делю на вот несколько групп сделок. От 0 до 3 лет, от 3 до 6 лет, с 6 до 13 лет. Потом такую пересеченную сделал группу, наоборот, с 10 до 16, и с 16 до 21. По сути, это тоже там дошкольная, можно и так назвать там дошкольная, начальная школа, школа, и по сути там вуз, если хотите, да, какое-то там учебное заведение, уже среднее, специальное. Тоже, это как бы тоже у человека такие границы жизни, к ним тоже можно привязать. Но по сути, они к этому возрасту и привязаны. Давайте о каждой группе я поговорю отдельно. Итак, от 0 до 3 лет. Так как маленький человечек, грудничок, еще, ну я грудничком называю до 3 лет образно, я говорю, который еще там молоко матери питается. Ну, я говорю, плюс-минус, понятно, что все это раньше, там от груди отнимается ребенок, уже так питается какой-то жидкой пищей. Но я поэтому образно все это говорю, я говорю, надеюсь, вы это понимаете. Все это у границы двигаются, резиновые, для кого-то они меньше, для кого-то больше. Итак, так как этот маленький человечек, грудничок, еще ничего как бы не понимает своим сознанием, но, возможно, воспринимает информацию мира под сознанием, мы можем читать ему Евангелие плюс бытие еще в колыбели. По желанию кто-то может это делать даже для плода в утробе матери, если верят в то, что там уже полноценная живая душа. Я, естественно, все это говоря, у меня, кто не знает, кто знает, у меня нет жены, нет детей, ничего такого вот семьи, но я это говорю, конечно, сейчас с потенциальным, что я бы так делал. Я так не делал, потому что у меня просто нет детей, но я бы так делал своим детям. Как бы я делал? Я бы даже своим маленьким детям, еще которые груднички и там в колыбельке лежат, я бы читал им бы Евангелие. И плюс я пишу бытие. Бытие, если и не все, обязательно всегда вообще не путайте, что Библия состоит из Ветхого и Нового Завета. Это как бы формально так, но на самом деле первая книга бытие, и уж точно, допотопная вся эта история с первой по девятую главу, это как бы отдельная книга. Это не Ветхий Завет, это просто бытие. Она очень красиво, правильно названа. Если уж и не вся книга, а по-хорошему вся. Да, потому что Ветхий Завет у нас как бы связан прежде всего с книгами Моисея, и пошло-поехало все, что связано с израильским народом. Да, как бы скажем, появление израильского народа описано уже и в бытие, через так называемого Иакова, который был переименован в Израиле. Но все же, это очень важно. Ну или уж как минимум допотопные все вот эти вот двенадцать девять глав. Конечно, жалко, что они в какую-то отдельную книгу тогда не отделены, где сотворение мира описано, грехопадение, вот это все, потоп. То есть, как бы такой круг истории человечества первый, да. Его надо знать обязательно любому человеку. Я вот своему ребенку считал бы как минимум Евангелие и бытие. Даже когда он сознанием, как бы, опять, смотрите, вот эти все слова сознания, подсознания, кто-то в них что-то вкладывает. Я вам сейчас не буду шифровывать, что я вкладываю. Ну, я кратко просто скажу, конечно, подсознание подразумевает какую-то вот осознанность взрослого человека. То есть, ты уже информацию можешь воспринимать, переваривать и обратно ее выдать. Вот такое состояние. А не осознанное, потому что, ну что может ребенок недельного возраста из утробы матери? Что он там воспринимает? Как это восприятие происходит? Мы с вами хоть все это прошли, у нас памяти об этом никакой нету. Потом, внешне глядя на этого младенца, мы тоже не понимаем, что он там уже понимает. Он что-то понимает, с одной стороны. Что-то это может быть куда-то там в подсознании закладывается. Но мы по факту это не доказать объективно, не можем ничего. Вот. Поэтому во всем это можем только верить. Более того, как видите, в скобках я взял, если вы смотрели целиком эту мою серию о семье, об аборте я там говорил. И что вот действительно, если кто-то верит, что вообще в утробе уже там живет какая-то полноценная живая душа, что даже там уже что-то записывается, можно читать это своему уже ребенку в утробе матери. Это может делать мама или папа, кто угодно. Братья, сестры читать маме на животе этой Евангелии. Это уже каждый сам выбирает. На животе бы я вряд ли это стал бы делать. А вот младенцу родившимся, я бы уже читал бы Евангелие и Бытие. Следующая группа. 3-6 лет. Когда дитя подрастает и уже сознание воспринимает картинки, аудио и видеоматериалы, то можно дать ему первое. То есть, смотрите, 3-6 лет. Ну, я сколько детей видел и наблюдал. Это уже и себя я уже... Я мало еще помню в этот период, но все-таки что-то помню. И это уже как бы сознательно. Да, почему-то событий не так много, но все, что я помню, это осознанно. И, конечно же, с 3-6 лет ребенок уже начинает говорить. Я говорю, а значит, тут именно он не просто потребляет информацию. Он уже его переваривает и что-то говорит. Да, пусть это нам иногда взрослым кажется глупостью, но он только познает мир. Или наоборот бывает так, что в детях что-то такое открывается, что они в 5 лет могут говорить такие мудрые вещи, до которых взрослые еще не доросли. То есть, это уже осознанно, я считаю, человек, безусловно. Ты уже обращаешься, если от 0 до 3 лет ты обращаешься к его подсознанию, так скажем, то с 3 до 6 лет ты обращаешься уже прямо к его сознанию. То есть, к нему, в глаза к нему смотришь, да. Если от 0 до 3 лет ты можешь от Евангелия читать, сидя там даже рядом с этой колыбелью, как это называется, там детской вот это, да, и он даже тебя может не видеть, ты просто голосом читаешь или сам там лег, а он рядом лежит, то с 3 до 6 лет, я говорю, ты как будто прямо в глаза смотришь, а глаза это зеркало души, ты как будто говоришь внутрь этого человека. Все, ты понимаешь, ты в его глаза смотришь и видишь, что он тебя понимает, что он тебя видит, да, я вижу тебя, помните, как в этом. В аватаре, да, то есть, я вижу тебя через глаза, я вижу тебя внутри, как бы через тебя я понимаю, что внутри, вот он, ты настоящий, и я к тебе лично обращаюсь. Вот, и когда уже, это уже дитя, видите, я тут даже написал, грудничок, дитя, у меня каждый пункт ассоциируется с какими-то фразами, у нас же есть слова. Вот 0,3 это грудничок, 3,6 это дитя, 6,13 это ребенок, 10,16 подросток, 16,21 юноша или девица. И вот это дитя, которое уже от 3 до 6 лет, и оно уже воспринимает, что своими органами чувств, а это первое у нас, это глаза, конечно же, у нас 95% информации, как говорит статистика и наука, мы воспринимаем именно через визуализацию, хотя у нас есть слух, есть обоняние, осязание, тактильные ощущения. Но все-таки 95% информации мы потребляем через зрение. Ну, я думаю, что все это вместе со слухом, там все 98, наверное, да. Поэтому, конечно же, когда он уже воспринимает в данном случае картинки, аудио и видеоматериалы, то можно что? Ну, я вот так три примера привел. Это красивое, найти красивое, самому сделать, красивое иллюстрированное Евангелие. Кстати, когда я говорю о Евангелии, я уже говорю, я все время говорю, что Евангелие плюс Бытие. Я в тексте везде писать не стал, но я вам это как бы уже говорю, что где я говорю Евангелие, там я прикладываю и книгу Бытия. Я говорю, хотите целиком, хотите до потопа. Вот. Конечно же, можно найти, нужно, надо заказать где-то иллюстрированное Евангелие. И Евангелие, опять же, знаете, не детское, а самое настоящее Евангелие. И самую настоящую книгу Бытие. Без всяких вот этих детских каких-то там вариантов. Нет. Оно такое, потому что Евангелие, она настолько уникальная, и книга Бытие в том числе. Она повествовательная, она легковосприимчивая. И она написана так, что ее можно считать, я говорю, как грудничкам, и так, да, да, я говорю, до самой глубокой старости. Она абсолютно пригода к любому возрасту. Даже о распятии Иисуса Христа, там, сказано, рассказано, вы же знаете, настолько лаконично, без всякой крови, без всякого ужаса, хотя это было все ужасно, это бичевание Иисуса, да. Но вы помните, в Марка написано, и Биф отдал его на распятие, да, там, хотя это ужасное событие. Об этом бы бичевание, он, Мел Гибсон, снял целый фильм «Страсти Христова», где, по сути, половина фильма Иисуса просто издеваются, и сбивают над ним, да. В Евангелии этого всего нет, даже ребенок будет спокойно это читать и не ужасаться, да, хотя, когда он вырастет, он поймет, что там описаны ужасные вещи, да. Вот. Итак, первое, чтобы я своему ребенку сделал, от 3 до 6 лет, это нашел бы красивое, иллюстрированное Евангелие, книгу бытие, хотя бы допотопное вот это вот все, но не детский, не детский вариант, не переложенный, а прям те, неважно какой там уже, даже синодальный перевод, еще какой-то, они, в принципе, у них у всех переводов абсолютно есть и недочеты, и плюсы, и минусы, и достоинства, и недочеты, и плюсы, и минусы. В любом, какой вам приятен, удобен перевод, тот берите, какие найдете книги, вот. Красиво иллюстрировано Евангелие, я думаю, что ребенок будет смотреть и что-то делать, да. Аудио Евангелие, то же самое, единственное, да, оно есть для взрослых, полно аудиозаписей сейчас, только ленивый, наверное, не сделал, у него самого, вы знаете, есть Евангелие в аудиоформате записанное. Ну, конечно же, от 3 до 6 лет, если есть какие-то Евангелие многоголосные, озвученные, причем, может быть, действительно для детской, более такими, и голосами, более такими, где-то детскими, как говорят, более тонкими, потому что есть Евангелие, взрослые, они такие, мужским грубым голосом, и мне даже, и у нас, у нас есть один русскоговорящий спикер, очень, я когда-то прям заслушивался его Евангелие, как он его начитывал, да, вот, для детей, конечно же, это может быть какой-то более вот такой вот детский вариант, в том плане, что более такими сказочными голосами, такими, более тонкими, да, это можно, вот, и тоже давать ему слушать, ставить, я помню, как у нас, я вырос, мой вот этот возраст, 36 лет, пришелся на время, когда уже появлялись эти граммпластинки, был проехливатель, вот мы ставили сказки, там, аугли, слушали, под них засыпали, вот, все то же самое можно делать Евангелие своему ребенку, и евангельские мультфильмы, фильмы, евангельские, на евангельские темы, ну, там уж тоже, какие есть в интернете, близкие к тексту, не близкие к тексту, все, что найдете, ну, по сути, здесь мультфильмы, фильмы, фильмы, опять же, можно и, которые для взрослых уже пытаться ставить ребенку, или есть какие-то более адаптированные версии, короче, все это надо искать и просто применять к возрасту, вот, дальше идем, 6-13 лет, учить ребенка чтению и письму по Евангелию, устраивать интеллектуальные игры по евангельским текстам и что-то подобное, 6-13 лет, уже такой возраст, что, вы знаете, как говорят, что действительно там, ну, по крайней мере, в России там, по псалтыре, да и везде в мире по псалтыре учили там читать и писать, это как бы хорошо и плохо, в том плане, что хорошо, что по библейской книге, но плохо, что по псалтыре, конечно же, учить читать и писать, я бы своего ребенка стал по Евангелию, опять же, ни по какому, ни по детскому, прям по самому настоящему, вот с этими же иллюстрированными картинками, с хорошими, и пусть он именно, когда начнется чтение, письмо, пусть там, в школу, и куда-то отдали, еще дома дополнительно, когда он должен почему-то читать и писать сам, пусть он читает Евангелие, пусть он пишет евангельские тексты, когда там задание переписать что-то, или на слух воспринять и переписать, да, берешь именно и прям читаешь ребенку в своем Евангелии, а он учится писать, да, там, вот, такие подходы, и второе, в 6-13 лет, это уже, знаете, когда вот, ну, какой-то отдых, или просто, это же досуг, на самом деле, да вы просто с ребенком сидите, ну, можно по Евангелии устраивать интеллектуальные игры, как я говорю, да, или что-то подобное, все это с этим связано, ну, как города есть там, да, можно в Евангелии поиграть на эту же тему, или еще что-то, или какие-то придумать это, в общем, ну, там можно много, я думаю, что это много чего нет, я почему в это, не могу вам чего-то много такого посоветовать, потому что у меня просто нет детей, вот, я думаю, что, если вы загуглите в интернете, что-то типа, евангельского взращивания детей, да, такого воспитания детей, дети для детей христиан, что-то такое подобное, я думаю, что много, много может чего выйти, много может выйти каких-то материалов, каких-то игр, Игр настольных, ненастольных, там чего-то каких-то для развлечения или для именно наоборот уже такого в глубокой форме, но в форме игры, какого-то обучения евангельского еще что-то, такого знакомства с жизнью, учением Иисуса Христа. Я думаю, что все это сейчас уже, особенно в современном мире, есть, и нам все это доступно, и до всего этого можно доковыряться. Но так как у меня, говорю, детей нет, и такого опыта я вам чисто теоретически набрасываю, все это, конечно, у того, у кого есть дети, вы все без меня можете узнать. Мое дело вектор направить, там вы дальше сами уже. Итак, 10-16 лет. Это уже такой возраст, это уже подросток, да, вы знаете, как вы скажете, что-то опять рассуждаешь, что нет детей, но уже с подростками дело не в детях, есть я сам, как и вы, мы все были подростками. Вообще, я рассуждаю уже о таком возрасте, тут не обязательно иметь детей, тут достаточно смотреть на себя, на свое окружение, на своих сверстников, когда мы были вспоминать свою эту молодость, или как это называется, отрочество, юность, да, и тут все и так понятно. Конечно же, уже в таком возрасте, тут уже не будешь просто так сажать его на стул, его просто привязывать ремнем к этому, или веревкой стулу, и начитывать его Евангелие. Поэтому, конечно же, уже в этом возрасте, я говорю, по идее, как вы видите, он к этому возрасту уже и так должен знать Евангелие и так далее, если вы вот так будете его вести с рождения, да. 10-16 лет, это как раз тот возраст, когда, скорее всего, если он от всего этого еще не откинется сам, я говорю, палка недопустима при этом, так скажем, воспитании, да, и благовестии, то, конечно же, наверняка это будет возраст таких вопросов по Евангелию, по Библии, да, и, конечно же, вы должны уметь и знать на них, на все ответы. Так что, прежде всего, конечно, самому надо разбираться ради своих собственных детей, ну и потом им помогать. 16-21. Попросить юношу или девицу уже, это уже все, это институт, это взрослая, полувзрослая жизнь такая, да, человек уже, я и работал, когда учился, и все уже, да. И вот все, что мы можем в этом возрасте, это попросить наших детей, юношу или девицу, прочитать Библию целиком. То, что до 10-16 лет, я считаю, что в этом нет никакой нужды, достаточно, если он будет, даже, смотрите, я даже не говорю о Новом Зловете. Книга Деяния еще, в принципе, интересная, конечно, она повествовательная, ее вот 10-16 лет, вот эта вот предыдущая группа, которую я сказал, да, там можно попросить еще присовокупить к Евангелию хотя бы книгу Деяния. Деяния апостолов, чтобы ваш подросток, девочка или мальчик, прочитали помимо Евангелия еще с 10-16 лет хотя бы книгу Деяния, это тоже было бы важно. А уже с 16-21, только тогда надо просить прочитать Библию целиком, и чтобы они задали вопросы, которые будут у них возникать при чтении и интересовать их. Они могут записывать эти вопросы, сразу вы их можете обсуждать, ну, у вас, может быть, не быть времени, попросить их просто записывать все вопросы, которые будут возникать, помечать их, какие-то ссылки, пусть заведут отдельно тетрадочку небольшую, или там на компьютере сейчас все работают, и делают заметки, которые им нужны. Или там, если они в интернете читают, не важно, сейчас все там можно в текстах заметки себе делать, и потом вместе с ними, конечно, это разобрать. Делать это, как видите, здесь поставил слово попросить, то есть уже ни о какой палке в 16-21 лет, и ни о какой вот такой вот, как я вам сказал, смотрите, в чем разница, даже родителям, я говорю, уже престарелых, совсем немощных, еле ходящих, все равно это будет насилием, если вы сядете и начнете просто им читать Евангелие. Почему я вам сказал, что с родителями многое не прокатит, что будет работать и прокатывать, так скажем, с детьми, да, а ребенку мы спокойно можем от 0 до 3 лет сесть и читать Евангелие, с 3 до 6, это не будет насилием, это как бы, ребенок будет тянуться, тянется к родителю, он будет воспринимать то, что вы ему будете давать, он как губка в таком возрасте, мы же с вами все знаем, это пока чистый лист, на который, в принципе, и мы с вами рисуем, как родители, да, или там опекуны, ответственные кто-то за это. С престарелыми так делать не сможете, вот, поэтому, и здесь уже мы с вами перешли, ведь с возрастом человек обретает свободу, поэтому мы с вами подошли, что в группе 16-21 год мы уже с вами ничего там не делаем без ихнего спроса и ничего не навязываем, да, мы уже просим их прочитать Библию целиком, задать вопросы. И также я бы своих детей попросил прочитать Коран, что-то из буддизма и что-то из йоги. Коран как мировую религию, Тору можно не заставлять читать, потому что Ветхий Завет это и есть, по сути, практически калька с иудейской Торы, поэтому если он прочитает Библию, он прочитает, читает Тору, Коран как мусульманство третья, так скажем, мировая религия, и буддизм, так как это Китай, это тоже огромная часть нашей с вами земли, огромная часть людей, и огромный такой пласт, это Восток, и вот буддизм, по сути, там много разветвлений, тоже много чего, и можно и даосизм почитать, и конфуцианство, но достаточно будет хотя бы с буддизмом познакомиться, да, это достаточно хотя бы восьмеричный путь Будды, да, изучить. И йога, это тоже Индия, тоже огромная страна, это огромный пласт Востока, вот. Если он со всеми этими вещами хотя бы вот с этими познакомится, я хотел добавить Веды, но понимаете, Веды такое понятие, ну, как знание переводится, это общее такое понятие, кто-то это припихивает к Востоку, но ведь Веды есть и славянские, и западные, и американские, южноамериканские, северноамериканских тех народов, которые там жили, африканские и так далее. Поэтому Веды такое понятие достаточно узкое на самом деле, несмотря на то, что может кому-то показаться, или кто-то когда-то слышал, что такое широкое понятие. Нет, Веды, это переводится как знание, да, ведать, знать. Это, по сути, тоже, как бы, по сути, к христианам более понятное слово, писание, по сути, как мы говорим, вот, там, писание, говоря о Библии, или о книгах библейских, в общем, или об одной какой-то конкретной, то же самое Веды, как бы. У них может быть какое-то дополнительное название, может не быть, они просто могут называться тоже Ведами, там, славянскими, или еще чем-то. Хотя какие-то там славянские Веды, если, да, там, Нижний Новгород и Краснодар, это раньше были настолько разные земли, что там, я говорю, и бились, и дрались, это сейчас все славяне, так называемые. Тогда там кто? Да, они для них друг до друга точно так же ненавидели. Поэтому это чьи славянские Веды? Это Веды новгородцев или Веды краснодарцев? Это абсолютно разные Веды были, да. Так что вот так вот. Но этого будет достаточно, если ваш ребенок прочтет Библию, там, с 16 до 21 прочтет Библию, Корана, и Восьмеричный путь Бодды и Йоги хотя бы познакомиться, это будет уже здорово, можете считать свою миссию выполненной, да. Но это что касается религиозной литературы. И еще, все то же самое, сообразуясь с возрастом, чада делает с книгами достойными прочтения. Вы можете ссылку, естественно, найти на моем сайте. Я вам вот кратко просто пробегусь, озвучу, да, их, это, если религиозно, я вам уже сказал, Евангелие, Библия, Коран, Восьмеричный путь Будды и Йоги. Я, конечно же, рекомендую такие книги, как Тибетская книга мертвых, по сути, получается, у нас где-то близко с тем, что мы говорили. Опять же, темы документальные, это сейчас о смерти и вечности, да, это проблески вечности Раймонд Моуди, переход Петр Калиновский. Я не знаю, как он, это с 16 до 21, в принципе, это уже, до это вообще не смысла обо всем этом говорить. А вот уже в этом возрасте, это возраст института, это уже взрослый человек, он уже читает глубокую техническую литературу, а уж тем более, если ваш ребенок выбрал что-то гуманитарное. Ну, а может он и не выбрал, но он не прочь, он может и выбрал технику, программист там, ну, и вышки в программировании там есть, и философия, и социология, и все. Поэтому я говорю, вот такой вот список дать своему ребенку. Вообще, надо такие книги иметь у себя в библиотеке, и в электронной, и в бумажной, чтобы они как бы видны, видны были, да. Вот, это будет правильно, и вот такие рекомендации. Проблески вечности Раймонд Моуди, Переход Петр Калиновский, Божественная комедия Данте Алигери, Расторжение брака Клайва Степплда Льюиса, Любовь к животным, Вегетарианство и Веганство, и не веган потому что, это две мои книги, автор Веган Христолюб, я, естественно, рекомендую, чтобы ваш ребенок обязательно с ними познакомился. Ислам, Коран, глазами христианина, тоже моя книга, тоже рекомендую. Романы, это «Алхимик» Паула Каэлли и «Куда приводят мечты» «Алхимик» Паула Каэлли, «Куда приводят мечты» Ричард Мэттесен и роман Джорджа Орелл, 1984. Хотя бы третий роман в жизни надо прочитать. И это не просто романы, кто знает, о чем идет речь. Это не просто любовные истории между мужчиной и женщиной. Нет, это очень глубокие книги, я считаю, что каждый человек в жизни должен их прочитать. Поэтому своему ребенку их надо обязательно рекомендовать к прочтению. Так, дальше идем. Истории из жизни, такие я просто... Ну, я так назвал это, разделы. Я еще страничку-то недооформил, но сюда все занес, так скажем. «Вторники с Мари», «Мич Элбом», тоже. «Дети пишут Богу», «Михаила Дымова», тоже очень хороший труд. И детские, ну, я сюда добавил детские веганские сказки. У меня есть ссылка на пару сказок и тексты в моем прочтении. Ну, естественно, это любые добрые сказки. Здесь у меня даже нет никакого перечня. Я говорю, у меня нет детей, и у меня как бы... Просто тема детских веганских сказок это особая. Их вообще, это как навес золота, это жемчужины там появляются. Их, естественно, мало в мире. Вот. А вообще, конечно, любые сказки, все, что соответствует доброте, любви, свободе, где в них говорится о вечности, это вот правильное направление. Вот это все, естественно, вот в эти группы, в эти возрасты вы сами вкладываете, как видите. То есть, если там я список сделал, там просто, так скажем, даже не знаю, там тяжело выбрать какой-то принцип. Применяя каждый темик разный, ты по-разному и этот список формируешь. У меня там детские сказки получились как бы последними просто. Ну, как... Потому что кто... Если откроет взрослый человек, ну, как бы это, может сказать, в последнюю очередь, у него, может, детей нету, да? А если мы с вами к сегодняшней теме применяем, то, можно сказать, ровно наоборот, да? То есть, детские сказки сначала вы читаете возраст там от вот ноля, ну, грубо говоря, до шести лет. И вот там пошел дальше по списку. Романы уже их может заинтересовать вот в десяти до шестнадцати, в предпоследней группе. А уже все те, где я такие говорил вам, уже они такие более документальные, и сами вот эти писания религиозные, это уже в группу шестнадцать двадцать один. То есть, ну, и то, это мои такие рекомендации, очень воздушные. Вы сами сообразуйтесь с детем, с развитием, с возрастом, с ситуацией, с возможностями в жизни. И вот это все применяйте. Итак, мы с вами перешли, доходим до благовестия, дети мы с вами закончили подраздел, переходим к благовестию, к разделу благовестия родителям. О благовестии к родителям я хочу начать вам с цитаты Матфея, двадцать восьмая глава, это заканчивается. Евангелие по версии от Матфея, такими словами. Один из же учеников пошли в Галилею, на гору, куда повелел им Иисус. И увидев его, одни ему поклонились, а иные усомнились. И приблизившись, Иисус сказал им, дана мне всякая власть на небе и на земле. Итак, идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сынского Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам соблюдать самим. И вот я с вами во все дни до скончания века. Иисус заповел своим ученикам и крестоносным последователям сначала сотворить его заповеди нам самим, и уж затем учить исполнять их окружающих нас с вами людей. Следовательно, тему благовестия родителям разберем в этой последовательности. Сначала дела, а затем слова. То есть, еще раз, Иисус, когда возносится на небо после своего ужасного убийства, после воскресения своего славного, и после встречи явления ученикам, Иисус возносится на небо до своего второго пришествия таким же образом, откуда он и придет с небес. И заповедует ученикам идти и учить все народы соблюдать то, что они сами соблюдают, научившись от Него. То есть, сотворите и научите, Иисус говорит. Именно по этому же самому завету Иисуса мы и пойдем. Сначала дело, потом слово. То есть, вот опять же, точно так же, как мы с вами разобрали тему благовестия, когда говорили, что если человек не принимает Иисуса, мы знаем это, или видим, или чувствуем, или он уже явно там отрицает, мы с вами проповедуем истину сначала, а потом уж он придет к Иисусу. Здесь принцип тот же самый. В принципе, родителям тем же самым. Насчетливо, прежде всего, светить делами, а потом словами. Это, конечно, и ко всем людям тоже относится. И, конечно, иногда мы без дел проповедуем, мы просто говорим на словах. Но, как бы, с родителями, я говорю, это те люди, которые всегда и так близко к нами. Да. И самое главное, светить жизнью. Ну, давайте я прочитаю то, что у меня, то, что я написал. Итак, дело. Прежде всего, проповедовать, первое, прежде всего, проповедовать родителям Евангелие нужно искренней, открытой. Христоподражательный, крестоносный, святой, доброй жизнью во Христе, проявляя свою любовь ко всему творению Бога. Природе, животным, людям. В том числе, к тем, кто делает нам зло, причиняя боль и страдания. То есть, еще раз, самая мысль основная, что, конечно же, прежде всего, своим родителям мы проповедуем не просто громкими речами, пытаемся их к Иисусу формально привести. Нет, это что нужно? Своя собственная. Знаете, у нас даже дети, которые приходят там к Иисусу по какой-либо причине, да, у там неверующих, как говорят родители, очень часто ведут очень такую, знаете, ну, там уверовал в сердце. Ну, может, где-то там почитают, Евангелие где-нибудь там в тумбочке лежит, ну, ходят там по воскресеньям куда-нибудь раз и то, может, даже не каждую неделю, а там раз в год куда-нибудь на Пасху, на крещение или какие-нибудь там собрания, дома молитвы. Ну, да, заходит, но делает все это очень скромно, и я уж молчу о том, что это чисто внешняя жизнь, а сами дела тоже, да. Ну, хорошо, ты христианин, а в чем это видно? Видно это в любви, проявляемой ко всему творению Божьему, к природе, да, к животным, к людям. Да, то ты христианин, а как насчет там мусор сортировать, мусор убрать где-нибудь, а как насчет веганства, любви к животным, а как насчет любви к врагам. То есть не только к любящим, а чтобы родители твои видели, что когда даже тебе зло делают, ты не отвечаешь злом на зло. Сколько можешь даже врагам своим делаешь добро. Это видно в нашей жизни? Вот это должно быть видно. Наше христианство, наша жизнь по Евангелию должна быть какой? Искренней, прежде всего, конечно же, открытой. Если ты стесняешься христианской жизни, Евангелия, Иисуса Христа, любви, свободы, вечной жизни, и говорить об этих вещах. Мы сейчас с вами посмотрим, как можно их по-разному проявлять. То есть не только слово у нас есть, не только вот такое доброе дело. У нас есть внешний мир, в котором мы себя проявляем. Все это должно быть, конечно же, открытым. Эта жизнь должна христоподражательной быть, и на словах, и на делах. Крестоносной обязательно. То есть эта любовь должна доходить до жертв. Не важно, что. Да, тебе будет радик, как ты сама-то о себе подумай. Да, потому что нас очень часто укоряют за то, что мы поступаем так. Люди думают о себе, а мы думаем о других. Да. То есть святой, доброй жизнью во Христе. Проявляя свою любовь ко всему творению Бога. Природе, животным, людям. Даже к своим врагам. Это очень важно. Что именно таким образом мы, конечно же, и светим своим родителям. Именно чем? Святой жизнью. Доброй, святой жизнью в любви ко всему творению Бога. Ну и теперь, каким образом еще это все касается, конечно же, так скажем, самой нашей непосредственной жизни христианской. Но ведь у нас есть внешний мир, в котором мы себя транслируем, проявляем посредством разным. И вот опять с вами подходим, как видите, есть ссылка еще раз. Можете перейти на эту страничку. Это книги, достойные прочтения. Так вот, эти книги, достойные прочтения, начиная с той же самой Евангелия, Библии, Евангелия, Бытие, всей Библии целиком, да то же самое Коран, если хотите. Но это уж по желанию, там, я говорю, не обязательно должен быть. Вот, хотя, может быть, моя книжка Коран, глазами христианина, и еще что-то, да. Эти романы там «Алхимика», все вот эти вот книги, ну, какие-то другие материалы, это же образно. Я же не говорю, что должен быть сугубо там мой список этот, нет. И вот эти вот книги, лежащие у нас на письменном столе или где-то там, да, в нашей квартире. Ну, если это письменный стол, я имею в виду, если вы там в комнате живете. Если уже взрослого, свое там жилье, дом, квартира, где угодно, конечно, может лежать в вашей комнате, не в вашей, где-то в беседочке там, в закрытой какой-нибудь, в летней, там, не знаю. Ну, в общем, понимаете, на видных местах, не видных, да и просто что. Ну, во-первых, вы их, конечно, сами по себе должны читать. Ну, а где-то они лежат вот именно для, так скажем, проповедей, для ваших гостей, для тех же самых родителей, которые тоже к нам приехали в гости. Так вот, все эти книги, достойные прочтения, лежащие у нас на письменном столе. Заставка на телефоне и компьютере, расписная одежда, татуировки, пирсинг, маникюр, украшения и прочие внешние атрибуты истины христианства. О чем я здесь говорю? Да и любые проявления. Это я так привер, знаете, маникюр тоже можно сделать в стиле христианства, что-нибудь там, сердечки, распятие и так далее. Пирсинг, не просто там какие-то непонятные железки. А почему бы не сделать это атрибутикой? Да, где-то это привычно кажется, но все равно, знаете, вот я сам к покаянию пришел в 27, Бог меня призвал. Все равно у меня были татуировки, у меня не было христианских так называемых татуировок. У меня там были животные, байкерские, что-то такое у меня там было. А мотоцикл, там девушки, а христианство, а любовь, а истина, такого у меня не было. Естественно, я изменявшись, я стал все это уже в этом стиле, да, делать. Естественно, для окружающих людей это говорит о том, что ты, как говорится, в этом уперся, да, в этом стоишь и в этом пребываешь. Здесь то же самое, даже кажется, пирсинг, мы уже привыкли там, ну что там, сережки в виде крестиков или распятий. Но на самом деле это же тоже важно. И если вы не были, да, это христианином, и вдруг мама видит, дочка стала там сережки с распятием носить, но она все равно это будет свидетельство, да, вот. Они могут быть красивые, уж даже золотые, хотя, конечно, кажется, что что там, это же символ любви все-таки, да, вот. Вот, и все равно это может как украшение, с одной стороны, можно сказать, что да, это просто побрякушка для нее нет, а вы можете потом сказать, когда дает повод, что почему ты решила, раньше это были всякие цветочки там какие-нибудь, или кружочки, квадратики там, а теперь именно сережки в виде распятия, да, я... И если мама задаст вопрос, зачем ты вдруг решил, вы можете сказать, да, я вот прочитал Евангелие, стал общаться с христианами, там, то-то, то-то, вот, приняла истину и прочее. То есть это будет повод заговорить с кем-то, ваши друзья потом увидят эту перемену, это будет повод заговорить об этом. Любые другие украшения, там, веревочки, браслетики, что-то еще, вот, это одежда, это те же самые какие-нибудь клепочки, заклепочки, значки там, где что носит, это одежда, неважно, строгая она, свободная, на строгой свои, может быть, какие-то атрибуты, свои какие-то вещи, на расписной одежде, на свободной одежде, может быть, в свободной форме, вот я там сам на своих майках все это пишу, да. Примеров полно, сейчас вот вспомнил мне сестри этого Христа и обложку для паспорта подарила, там, с пацифистским знаком, с любовью и все такое, брелок для ключей, там тоже Христолюб написано, то есть, это все свидетельствует, да, где-то, кто знает, я официально изменил имя на веган Христолюб Божий, это все имеет значение, это все не просто для показухи, знаете, не для гордости, не для тщеславия, кто-то может быть и так, это, да, это плохо, но лично я по себе говорю, и здесь мы с вами сегодня говорим о благовестии, о пропоте, это доброе дело, это правильное дело, мы все это делаем не просто так, мы хотим, чтобы люди пришли к истине, к познанию истины, и мы все это, и кто делает это с этой целью, это все благое, это, я говорю, не для тщеславия, там, не еще для чего-то, чем только не ты, еще, да, мне в том числе, да, нет, это именно для того, что, я говорю, мне, в принципе, до лампочки, я говорю, как меня называть будет, да, хоть говном назовите, лишь бы живите света, примите лишь бы истину, пусть даже из моих уст недостойных, как вы думаете, да, или еще что-то такое, так что очень важно, все вот это вот, да, дальше идем, прослушивание аудио материалов и просматривание видеоматериалов, ведь, конечно же, если вы стали христианином, все это в вашей жизни изменится, что-то останется, но опять же, даже прослушивание музыки, не говорю, что вы только там церковную музыку будете слушать, нет, нормальный христианин, познавший истину в полноте, но он будет слушать все, но все это будет связано все равно с добром, можно и рок слушать, но он есть добрый, а есть злой, вопрос текстов и так далее, какие-то, да, видеоматериалы, все то же самое, все равно в вашей жизни сменится, там, компьютерные игры, да, вчера вы там в какую-нибудь мясорубку играли, сегодня вы уже там, может, то, что поиграть, может, надо ходить, досуг как-то различные, но есть интеллектуальные игры и прочие-прочие вещи, шахматы, шашки компьютерные и так далее, да, все это есть, наше окружение святых друзей во Христе, это тоже очень важно, потому что если мы станем истинными христианами, то у нас и окружение, конечно же, изменится, это однозначно, все это и подобное, это я так для примера перечистил, да, это безусловно будет воздействовать на наших родителей и свидетельствовать им об истине Евангелия Иисусе, это очень важно, поэтому, конечно же, мы меняемся сами, это однозначно, христианин это не спасенный по вере человек в Бога Иисуса, в Иисуса, его искупительную жертву, там, за мои грехи и прочие вещи, христианин это человек, живущий в доброте, с любовью ко всему творению Бога, это настоящий христианин, веруют и бесы толку-то от этого, да, и ждут суда, вера никого не спасает, апостол Павел писал, что если он всю веру имеет, даже горы умеет переставлять ею, а любви в нем нет, то он вообще ничто, ноль и ничего не приобрел в этой жизни. Бог есть любовь, пребывающий в любви пребывает в Боге, это очень важно, Бог ни в кого не верит, веру невозможно уподобиться Богу, Богу уподобляются в любви, это очень важно. Так вот, все это, конечно же, наша христианская деятельная жизнь в любви, и вся эта наша внешняя жизнь, внешнее наше проявление в этот мир, тем или иным способом, все это и будет делом свидетельствовать нашим родителям, о чем? Об Иисусе, об истине, о Евангелии, о любви, о свободе, о вечной жизни. Это сейчас можно вовсю в мелочи вдаваться, в пацифизм, веганство, все это можете значками лепить, рисовать, писать, говорить, слушать соответствующее и так далее. То есть все это, даже без лишних слов, напрямую адресованным вашим родителям, в каких-то беседах, разговорах, просто, если вы будете в своей жизни, я знаете, в принципе, естественно, я подразумеваю, кстати, сейчас еще, знаете, чем от детей отличается, особенно от грудничков, которые мы с вами начали, и вот дошли там до уже девицы, юноши, что там, конечно, тоже свобода, и вы просите, и когда они вам могут тоже сказать, дети скажут, все, пап, мама, отойдите от меня с этим вопросом, не хочу я, мне все это не надо. Родители, конечно, тоже здесь подразумевают, что они как бы будут в основном против. Мы этот разговор ведем, подразумевая, что как бы, ну, сейчас ты попробовал, и они могут вообще сказать, что мне это не надо, отодвинься. Но от того, что даже они свою свободу выкажут, и вы обязаны, обязаны, конечно же, дать им эту свободу, и жить так, как они хотят. Если они вам скажут, что больше вообще не поднимает вопрос, вы обязаны послушать их послушаться, и то, что закон истины, это закон свободы, и не нарушать их свободу. Но и они не имеют права нарушать вашу свободу. Вы имеете право жить как христианин с 16 лет, уж там точно. Но надо, конечно, постараться к этим 16 годам дошли, вы пошли в институт, идти тогда работать, как-то жилье какое-то, общага, или квартиру одну на десятерых снимать, ну, а если хорошо где-то пристройтесь, и на одного там будете снимать, или вдвоем, втроем. Вот, просто надо вести независимую жизнь, тогда вам ничего и родители не смогут, тыкнуть, и еще как-то, да. И вы будете жить полноценной той жизнью, какой вы хотите, как считаете правильным. Но все вот это, вот эта ваша жизнь, все равно будет молчаливо выпиять и свидетельствовать об истине. Это очень важно. Ну и второе, давайте слово разберем. Если родители, и вот я говорю, давайте два примера возьмем, два варианта. Если родители терпимы к нашему христианству, я даже не говорю, что если за, если за, понятно, что, значит, вы уже либо заблагоставали, и они там приняли, мы поэтому, в принципе, эту группу, как бы, по умолчанию не разбираем сегодня. Но уверовали, и хорошо, приняли Иисуса, и слава Богу, приняли истину, воздадим только славу, и нет больше радости ангелов на небесах у ангелов, чем об одном грешнике, кающемся. Это все хорошо. Мы с вами, говорю, разбираем группу, что либо терпимо, либо вообще против. В принципе, и пресловие, и при деле, там я это не написал, но здесь пресловие, все это относится и к делам, то же самое. Либо терпимо, либо против, да, этого. Тогда вот мы вот так вот поступаем. Тут говорю, надо не зывать, что и вашу свободу, я еще раз скажу, они не имеют права притыкать. Я имею в виду, по крайней мере, опять же, когда вы полностью свободны стали по плоти, да. Вот, ну, тут говорить о том, что вы там в 10 лет приняли Христа и пришли с ультиматумом в дом, тоже, я думаю, неуместно, да. Итак, если родители терпимо к нашему христианству, то нужно терпимо, если они терпимо, ничего нас не тыкают, да, то на словах-то да, нужно терпеливо, мы с вами об этом, в принципе, сегодня начинали, да, зная о вечности, о сущности бытия, что родители наши вечны, нужно терпеливо и благожелательно, словесно свидетельствовать об истине Евангелия Иисусе в любых прямых или косвенных разговорах о бытовой жизни или о ее высоких целях. О чем я здесь говорю? Ну, то есть, конечно же, если родители терпимы, если они не затыкают вам каждый раз в рот, когда вы вдруг какое-то словечко употребили, которое в их речах-то вообще никогда не встречается, там, вечность, свобода, да, они, может, у вас рабы по жизни, режима, там, совка или еще чего-нибудь, или атеизма, вот. Если они ко всем этим вещам спокойно относятся, то вы, естественно, также спокойно, с терпеливо, с терпением и надеждой, упованием, благожелательством, конечно же, свидетельствуйте об истине Евангелия Иисусе в прямых или косвенных разговорах о бытовой жизни или о ее высоких целях. То есть, разговоры разные у нас бывают. Если вы, конечно, христианин, и христианские принципы, учения пронизывают все сферы вашей жизни, что так и должно быть, да, и вы все равно при принятии решения всем этим пользуетесь, я говорю, этим учением, этой сущностью благопытия, этими аксиомами о любви и свободе вечной жизни, у вас и так это будет проскакивать. Потому что, когда родители будут спрашивать, ну, что там сработает, а ты скажешь, да вот уволилась, а ты скажешь, да почему? Ну, кто-нибудь там ответил бы, и может так и было, там, ну, там, с начальником не сошлись характером, да, ему там что-то не понравилось. А другой вопрос, вы можете сказать, что вы на работе сказали, что вы, может так и было, да, уверовали во Христа, и начальник вас уволил, ведь такой тоже может. И вы просто это говорите. Либо вот, пожалуйста, берем, я люблю живые примеры, да, вот сейчас война, это расистка украинская идет, вы можете сказать, что, да, я на работе сказал, что я против войны, и меня уволили. Вы как бы уже засвидетельствовали об истине, потому что Иисус был против войны, заповедал любить врагов и так далее, и вы все это своим, вот, я причем вам живый пример рассказываю, я, естественно, и со своими родителями так же общаюсь, да, вот, и ты говоришь, вот, я вот поэтому, да, и поэтому меня уволили. Ее, в принципе, вашу маму, папу, может, не интересует, что ты, как бы, что ты там пацифистская любовь к врагам проповедуешь, но ее интересует, что у тебя с работы. И она спросила, а ты не можешь не дать этого ответа вот в такой вот форме, потому что так все и произошло, и ты говоришь, да, ну, сказала, что против войны, да. Потому что так она не хочет слушать, что ты против войны, но причина-то увольнения, она хочет услышать, что случилось. Ты вчера работала, сегодня не работаешь, да. И ты рассказываешь, и, по сути, ты уже свидетельствуешь об истине, о Евангелии, об Иисусе Христе, ссылаешься на Евангелие, говоришь, вот, Иисус врагов заповел любви и сам никого пальцем не тронул. И вот ты евангелизируешь, хотя повод твоя работа, и твои, может, родители, я говорю, не интересуют пацифизм, в принципе, но их интересуешь ты, и твое, как они говорят, земное материальное благополучие, а как это без работы, да. И так в чем угодно, может быть, да. Что там в личной жизни, нашла себе кого-то, там, мальчика или девочку, кто там, да. А ты говоришь, да нет, или там встреча, да, может, она знает, что ты с кем-то ходил там на свидание, познакомился там в интернете, вот, ну, и потом спрашивают, ну, как сходил, так же, ну, так и так познакомился, что будете, пойдешь на второе свидание, скажешь, нет, не пойду, а он скажет, почему, да вот, я же веганка, а он вот, и родители, может, не хотят становиться веганом, ну, знаете, что вы веганы, потому что вы христианин, потому что вы любите всех, все божие творения, в том числе животных, естественно. Так же, да нет, он оказался, он мне соврал там в интернете, сказал, что веган, а оказалось, нет, я не хочу больше, на второе, вы опять засвидетельствовали об истине, вот так вот, это в бытовой жизни, ну, или уж тем более, может, ваши прям родители сейчас терпимо христианству, но не принимают, но и любят при этом разговор о чем-то высоком, о высоких целях, да, еще что-то, я говорю, может быть, принимают вечность, но, говорю, опять, пока не принимают христианство, любовь там к врагам, свободу или еще что-то, Иисуса Христа, да, вы можете, вы все равно такие темы затрагивать, может, ваши родители, да, не только о чреве беспокоиться в этой жизни, как у многих из нас, да, а еще о чем-то таком, ну, естественно, уж там грех не поговорить о таких высоких ценностях, высоких идеалах, идеях, мирозрениях, религиях и так далее, вот, да, естественно, прямо, терпеливо, благожелательство, даже если они не такие, как вы, но они к вам терпимы в этом плане, тогда вы терпимы, естественно, к ним, кто бы они там ни были, может, они вообще принадлежат какой-то религии, там, секте или еще что-то, и вы пытаетесь, дебатируете на эти темы, тогда да. Второй вариант, если родители всегда или временами нетерпимы к вашему христианству, то нужно твердо стоять в истине и однозначно давать понять родителям, что мы, я тут себя, естественно, причисляю к вам, а вы ко мне, а мы ко всем святым, изберем тогда, когда, что мы в такой момент изберем тогда, когда нас поставят перед выбором избрать между кровной, плотской любовью к родителям и любовью к истине, Богу, к самой любви. Вы помните, что в поступке Иисуса, в его жертвенной подвиге мы познали, что и он богослов говорит любовь, и уверовали в нее, полюбили ее, полюбили истину, помните, Павел тоже пишет, потому что они отвергли любовь истиной, любовь к истине, к любви, а истиной есть любовь. Это наше исповедничество, если родители наши будут знать, что если они нас подставят перед выбором, это, я говорю, неважно, они могут быть либо вообще нетерпимы, либо временами срываться, пусть из терпимых превращаться в нетерпимых, пусть даже по собственному настроению нет, на работе что-то случилось, в личном что-то не так, и не дай бог что-то нас там прессовать стали, как-то разговор куда-то не туда зашел. Наши родители должны четко знать, что когда перед нами чашу весы поставят с чашами, на одной из которых будет висеть эта кровная плотская любовь, да, что ты там достался своим христианством, достался этими там проповедями, давай все выбрасывай с головы или вот я то-то, то-то. Может родители все-таки имеют там какую-то власть над вами или какие-то там, может вас финансы связывают, может они вам работу какую-то дают, может вы там в семейном бизнесе кто-то. И надо знать, что когда они перед вами вот это на чашу весов, вот это вот положат, все, плотская кровная любовь, или с тобой общаться, даже родители такое могут сказать, что все, общаться не будем еще, а на другой чаше весов будет лежать ваше христианство, любовь, свобода, вечная жизнь, любовь ко всему Божьему творению, завязывай своим веганством, жарей, вот что тебе положили и так далее, а то я обижусь, вот обижусь на то, что я котлетку не съем, да, ты скажи, это я обижусь, если ты еще раз приготовишь ее, когда я буду в доме, да, вот что мы должны выбрать, истину. И вот это вот наше исповедничество, вот такое это называется словом, да, и непоколебимое стояние в истине, в скорбные времена гонений и притестений за истину нашими собственными, родными, павлоти и людьми, не говоришь там о каких-то внешних людях, да, это есть лучшая проповедь Евангелия Иисуса Христа, который сам, который самим собою явил нам пример стояния в истине даже до смерти и смерти мученической сам Иисус. Показал нам, как надо стоять за истинным. Там, правда, не совсем прям от своих родственников принимал эту мученическую смерть, но не суть важна, да, мы с вами говорим, что это мы сузили так тему, а по сути любовь у нас и вообще наша христианская жизнь, она везде одинаковая, и к людям мы ее по сути равно ко всем применяем. Как я вам уже говорил, в чем отличие там каких-то родственников, знакомых, друзей наших, то, что в отличие от всех людей Земли, то, что они просто где-то близко с нами находятся вот на физическом в этом плане понимании. Так что стоим с вами в истине до смерти, даже в проломе, как в Библии сказано, даже до смерти не позволяем даже своим родителям прессовать себя, смеяться там что-то, издеваться, насмехаться над истиной, над Евангелием, над своей жизнью, тем более не позволяем им вмешиваться в нее ни в коем случае, там отрицать, отрицать, доставлять нас отрицаться от истины, да, в общем быть твердыми, это очень важно. Именно это свидетельствует о нашей твердости и ценности наших убеждений и так далее, что мы, несмотря ни на что, не проявляем вот эту вот слабость. Ну вот и все на этом. Снова видео на два часа. Ну, короче, у меня, наверное, редко бывает такое вот видео получилось. Я надеюсь, оно вам было полезно, назидательно и интересно. Облаговести детям и родителям, пробовать Евангелие детям и родителям. Говорить можно было, может быть, еще больше, еще что-то разобрать. Вы обо всем об этом можете написать в комментариях, что вас интересует, что вы как думаете, мыслите, рассуждаете. Критикуйте меня. Я все ваши комментарии читаю, на все, что могу отвечаю текстом или, если того требует ситуация, я могу и видео записать по вашим каким-то вопросам, размышлениям, мыслям. Ну, а если нравятся мои ролики, обязательно ставьте лайк. Это помогает Ютубу, важно для него. Он видит, что это видео пользуется какой-то хоть популярностью и продвигает того, чтобы его увидели и другие люди. Ну и делитесь, если нравятся мои видео, считайте их полезными и задателями, отрадными. Делитесь ими на своих ресурсах, в своих соцсетях, каналах, в личных сообщениях с вашими родственниками, друзьями, знакомыми или просто людьми посторонними на вашей страничке заходящей. У меня на этом все. Я с вами, в принципе, прощаюсь. До встречи во всех моих следующих видео. Пока-пока.